итак друзья мы сегодня в рамках специальной сессии товар на полку как упростить путь в торговые сети в очередной раз будем говорить о том как успешно пройти этот путь и я с удовольствием объявлю первого спикера надеюсь вы аплодируете потому что первым вызвать тяжело но при этом радостно поэтому друзья вместо светланы селенина и руководителя проекта по формированию отраслевых рейтингов обзоров и исследований компании пищевой отрасли руководителя проекта банк новинок инфолайн к нам присоединился иван федяков генеральный директор и основатель исследовательского агентства инфолайн он расскажет о том как донести до b2b аудитории информацию о своих новинках и какие новинки ждут сети и о банке новинок инфолайн добрый день коллеги спасибо за представление я рад вас приветствовать я уже второй день выступаю на прод экспо может быть кто-то видел мои выступления поэтому я постараюсь в этом выступлении минимизировать цифры и какую-то статистику и больше сделать упор на кейсы на примеры тех новинок которые выпускают наши отечественные производители которые на наш взгляд соответствуют критериям отбора тех продуктов которые будут востребованы и соответствуют правильной стратегии которые выбрали те или иные компании еще раз повторюсь что агентство инфолайн занимается исследованиями области потребительского рынка уже на протяжении последних 20 лет мы выпускаем продукты как под заказ так и на самом деле имеем линейку готовых недорогих продуктов которые доступны любым компаниям участникам рынка но при этом содержит очень полезную информацию которой пользуются лидеры отрасли это крупнейшей торговой сети сервисные компании ведущие компании поставщики продуктов питания и свой доклад я построю следующим образом буквально такие но четыре основные блока назову первое вначале пару слов о розничной торговле потребительском рынке далее как бы о последних данных производства продуктов питания и кейсы российские в заключении немножко кейсы зарубежные которые соответственно выделили на мои коллеги специалисты инфолайн и так ну что касается розничной торговли самые последние данные еще не подведены итоги года ростат еще пока не отчитался о динамике розничного товарооборота но по нашим оценкам эта цифра будет близка к 7,3 процента рост по итогам прошлого года что безусловно является положительным результатом но на такую как бы на такую динамику а такой динамике можно было бы только мечтать но при этом здесь стоит обратить внимание на то что вот на этой диаграмме вы видите что конец диаграммы такие высокие флактуации во втором квартале 21 года мы отыгрывали провальное падение 20 года естественно как бы здесь был большой рост но вот если вы внимательно смотрите то третий четвертый квартал уже как бы динамика идет на некий спад замедление и соответственно как бы требует некоторого пояснения а если мы разложим динамику розничной торговли на продовольственный и не продовольственный сегмент то вот соответственно как бы картина перед вами и напомню что еще недавно в первом квартале 21 года мы имели отрицательную динамику продаж в сегменте продуктов питания стране а далее во втором квартале немножко подросли благодаря опять-таки слабой базе и дальше имеем как бы такую очень скромную динамику по итогам года она нас приведет к уровню прироста объема продаж продовольствия в стране где-то на 2 2,2 2,3 процента опять-таки предварительные оценки но я думаю что они будут очень близки к тому что нам озвучит фсгс то есть два с небольшим процентом рост рынка это очень скромный показатель если мы говорим о продуктах питания но при этом компании прошлом году продемонстрировали очень неплохие финансовые результаты и читались о хорошей динамике продаж связано это было во многом конечно 100 инфляции которая стала захлестывать наш рынок вы видите вот эта красная диаграмма наложенная на физический объем продаж позволило многим компаниям выйти в положительную зону именно уже в деньгах и показать хорошие финансовые результаты благодаря все-таки в первую очередь росту цен и в меньшей степени за счет там физического роста продаж в общей сложности если считать в деньгах то рынок у нас прирост сразу на 11 с лишним процентов сегменте продуктов питания но еще раз повторюсь как бы да там четыре пятых этого роста это инфляция которая в конце года уже превысила 10 процентов ну а в целом погода была на уровне 8,4 процента это средний показатель индекса потребительских цен в сегменте продуктов питания конечно при таком росте цен расти было но условно говоря относительно несложно но если соответственно ваша динамика динамика вашей компании ниже чем 11 процентов то вы не растете а скорее снижали объемы продаж далее пару слов о торговых сетях структура продаж перед вами и впервые за всю историю наших наблюдений топ 100 российского fmcg ритейла консолидировал больше половины продаж продуктов питания вот мы к этой цифре достаточно динамично шли наконец-то ее соответственно как бы преодолели при этом обратите внимание что в первой сотне опять-таки очень высокая концентрация первой десятки она существенным образом прирастает если в конце того года было чуть больше 36 процентов то сейчас уже почти 38 процентов двадцатом году напомню тоже была очень динамичная здесь соответственно как бы очень динамичный прирост был этого показателя то есть доля десятки лидеров она очень сильно растет во многом этот рост связан с тем что компании приступили уже к такой финальной стадии консолидации рынка когда компании начинают поглощать себе подобных то есть если до этого вытесняли благодаря более эффективные бизнес-модели благодаря рыночной силе потом благодаря другим конкурентным преимуществом то сейчас в компании не церемониться просто скупают на своих конкурентов крупнейшая за всю историю сделка прошла у нас в прошлом году это покупка сети дикси которая вошла в состав в группы компании магнит ну и соответственно другие сделки также были замечены и магнит там другие региональные сети покупал лента купила биллу купила спермскую семью там 70 супермаркетов почти сильный региональный игрок да в конце там начале года купила в конце прошлого года купила вот конос в начале года они оформили только эту сделку вот таким образом в принципе компании приступили вот к такому же активному поглощению как бы себе подумать поэтому благодаря этому тоже консолидация будет продолжаться она будет только усиливаться плюс к тому несколько компаний планирует выход на ipo привлечение дополнительных финансовых средств красное и белое не удалось выйти на ipo в прошлом году но пока не отказывается от этой идеи вкусвилл планирует 22 году привести ipo ну и соответственно там азбука вкус объявила об этих планах x5 хочет свои цифровые активы вывести на ipo это тоже позволит привлечь еще дополнительные средства для того чтобы наращивать инвестиционную программу и последний момент еще по рейтингу интересный на мой взгляд это то что впервые опять-таки вот по результатам наших наблюдений и сразу в первую половину сотни до в первые 50 компаний врываются нету других слов нет представители егроссере продаж это компания самокат яндекс лавка и сбермаркет их еще год назад многие просто не знали а сегодня они уже входят первые 50 лидеров отрасли с оборотами десятки миллиардов рублей ну и с ростом просто феноменальном выручки в разы да то есть вроде бы кризис вроде бы война для кого вот соответственно мать родна и они могут таким вот образом динамично имплементировать все все то что как бы сейчас происходит с нами в своей деятельности но заканчивая блок по ритейлу не могу не обратить внимание на то что эффективность магазинов к сожалению не растет если мы в 2020 году получили очень неплохой показатель лайк-фу-лайк это ключевой на мой взгляд показатель эффективности действующих торговых цен торговых торговых точек до магазинов но все-таки в двадцатом году были закрыты рестораны были закрыты там другие магазины кроме продовольственных в двадцать первом году результаты уже по лайк-фу лайку весьма скромные причем обратите внимание они хоть и положительные с точки зрения да там рост почти у всех сетей у всех форматов но вот это синяя или голубая точнее линия которая горизонтально очерчивает нам диаграмму это уровень инфляции да то есть это означает что большинство торговых сетей в своих форматах не смогли перекрыть даже рост просто индекса цен да а что это означает это означает что физически объемы продаж у них снизу снижались штуках в литрах килограммах объемы продаж снижаются и не потому что они там лузеры не умеют торговать не умеют работать а потому что конкуренция на рынке розничной торговли усиливается появляются новые каналы межформатная конкуренция уже была теперь еще межканальная появилась конкуренция это оттягивает часть покупателей и это соответственно да ну достаточно серьезный как бы удар для всех который необходимо держать поэтому какие бы сильными не казались вам торговые сети они действительно сейчас очень борется за свою эффективность и заинтересованы в том чтобы торговать максимально востребованными продуктами дабы улучшать вот этот ключевой для себя показатель like for like без хороших качественных востребованных продуктов это сделать будет практически невозможно но перехожу ко второму блоку это ситуации с производством продуктов питания тоже очень коротко тезисно пару интересных цифр вам назову с одной стороны в принципе динамика у нас положительная у нас рост и производство продуктов питания выросло почти на 3 процента за прошлый год и в производстве напитков вообще феноменальный там рост 8 процентов но здесь климатические нюансы были прошлого года повлияли у нас очень жаркое лето было в европейской части страны скупались все напитки там даже были определенные дефициты как бы этого продовольствия поэтому у них очень хорошая динамика и агросектор тоже как бы радует положительной динамикой то есть в принципе вот эта парадигма которая началась у нас с 2015 года она продолжается в целом компаниям удается соответственно расти положительными темпами да на год году при этом обратите внимание что уровень продовольственной безопасности уже по большинству продуктов питания обеспечен да то есть внутренний спрос уже удовлетворен да и многие компании задумываются о том чтобы выходить со своей продукции на экспорт что в принципе как бы конъюнктуры сейчас позволяет сделать у нас впервые за всю историю в двадцатом году был зафиксирована положительная сальдо торгового баланса по продуктам питания то есть мы больше продуктов вывезли чем везли а в двадцать первом году мы эту цифру подтверждаем точнее тенденцию подтверждаем и цифра нашей оценки как бы да перед вами то есть мы опять больше экспортируем продовольствие нежели соответственно возим в страну это на мой взгляд важный важное достижение современного нашего до вот этого бизнеса этого рынка что мы в состоянии соответственно все таки кормить не только себя но и соответственно других по ряду показателей россии является лидером по поставке продовольствия в мире и еще раз повторюсь благоприятные конъюнктуры сейчас помогла сельскохоз производителям соответственно наращивать объемы поставок что же касается вот ну скажем так наблюдения за тем что происходит с этими компаниями вот следующая диаграмма позволяет приоткрыть некоторую в моем понимании там до завесу над этим вопросом вот обратите внимание что уровень закредитованности компании сфере а пк практически не изменился за прошлый год там прирост задолженности всего два процента ну просто в пределы стать погрешности а вот уровень закредитованности производителей продуктов питания после сокращения там в семнадцатом восемнадцатом году резко растет на 50 процентов рост задолженности о чем это говорит на наш взгляд это говорит о том что апк благодаря благоприятной конъюнктуре может финансировать свою деятельность благодаря прибыли и соответственно покрывать свои расходы таким образом им не нужно сейчас как бы прибегать к кредитованию ну или по крайней мере не это не является для них жизненно необходим а вот сфера производства продуктов питания переработка соответственно сельхозпродукции она попала в тиски где с одной стороны идет рост цен на продовольствие но и в первую очередь на сырье а с другой стороны нас заставляет удерживать розничные цены постоянно педалируют тему там ограничения торговой наценки и так далее и так далее и вот находясь в этих тисках многие производители продуктов питания на самом деле не так что и благоприятные себя чувствуют многие просто выживают в этих условиях а кто-то уже всерьез говорит о том что они работают в убыток просто потому что ну как бы по-другому не получается сейчас и поэтому растет вот эта кредитная задолженность на 50 процентов за год это много а напомню что в прошлом году у нас процентная ставка удвоилась мы входили в 21 год у нас было 425 ключевая ставка цб закончили 8 с половиной 11 февраля то бишь там буквально через пару дней будет заседание цб скорее всего ставку поднимут еще на 1 процент сейчас вот ну дискуссия по этому поводу идет но то что ее поднимут нет никаких сомнений то есть кредиты дорожают да и на фоне роста вот этой кредитной задолженности а еще и роста процентных ставок что неминуемо придется перекладывать цену конечного продукта конечно но инфляция продолжится да то есть вот эта структурная инфляция она сохранится давление на цены сохранится производительным продуктам питания будет ой как нелегко в этой ситуации учитывая что тиски тоже никуда не деваются пока вот при этом как бы ни было нам тяжело и сложно мы видим что многие компании планируют и реализуют инвестиционные проекты вот мы за наконец прошлого года насчитали 200 крупных проектов сфере а пока и здесь вы видите крупнейших таких инвесторов этой отрасли вот компании соответственно которые строят крупные инвестиционные проекты это десятки миллиардов рублей компании вкладывают и соответственно как бы эта продукция естественно уже очень скоро будет доступна соответственно на нашем рынке и то же самое сфере переработки сфере производства продуктов питания здесь правда результаты поскромнее уже количество проектов мы смогли насчитать только 150 то есть уже заметно снижение инвестиционной активности но нужно отметить что сами проекты укропняются то есть если раньше мы видели сотни но тысячи нет но сотни инвестиционных проектов небольших то сейчас это в основном крупные такие мега проекты которые в том числе строятся крупными вертикально интегрированными компаниями которые обладают и сырьевыми ресурсами и соответственно готовы уже выпускать конечную продукцию но там пример черкизова того же самого показателя который уже весь полный цикл готов выполнять от выращивания до конечной реализации продукты или миротург или много-много других подобных примеров есть я к чему это все рассказывал в первой части своего доклада к тому что конкуренция сейчас очень жесткая на рынке а дальше с учетом того что эти инвестиционные проекты заработают они начнут предлагать на рынок еще тонны продукции она станет просто уже и жесткой она станет жестокой и вот этой жестокой конкурентной борьбе необходимо побеждать а за счет чего побеждать за счет правильно выбранной стратегии и вот об этом как раз дальше я хочу с вами поговорить на примерах все цифр больше почти не будет поэтому дальше на картинках будет все гораздо легче и так мы действительно делаем такой продукт мы о нем мало рассказывали вот решили с этого года его на больше как бы позиционировать представлять мы по заказу наших клиентов описываем новинки первыми заказчиками на самом деле являлись компании производители ингредиентов им было интересно смотреть какие тенденции производители соответственно реализуют чтобы вот эти тенденции завозить сюда ингредиенты необходимые для производства этой продукции но потом к этому стали подключаться и торговые сети поставщики для торговых сетей это возможность мониторить продукты которые выходят на рынке для производителей это конкурентная среда как бы тоже такой очень простой очень понятный продукт так вот за прошлый год мы описали две с половиной тысячи новых продуктов которые выходят на наш рынок ну то есть достаточно репрезентативно на мой взгляд цифра но относительно всего рынка это вполне как бы вполне адекватно при этом мы выделили вот те новинки о которых сейчас буду говорить три таких стратегических направления три стратегии скажем так и они очень хорошо переплетаются как с точки зрения стратегии потребителей так и с точки зрения стратегии сетей ритейла fmcg но они в моем понимании очень важно чтобы они имели отражение в стратегии производителей стратегии поставщиков продуктов питания иначе как бы можно попасть мимо цели и так первая и стратегии это ценность денег да на фоне тех экономических трудностей которые все-таки основная часть нашего населения переживает а напомню что у нас 20 процентов населения живет за чертой прожиточного минимума это официальная статистика потому что мрот был повышен с 2022 года 14 тысяч рублей теперь соответственно как бы на человека а 20 процентов населения у нас получает меньше чем 14 тысяч рублей на душу значит это люди которые просто выживают им хватает денег только на еду и коммунальные услуги максимум конечно для этих людей нужно тоже соответствующее предложение и это может на самом деле являться стратегии как ритейлера так и соответственно поставщика и я в этом случае говорю о стратегии собственных торговых марок вот здесь я вас обманул все-таки последние диаграммы перед вами вот это направление достаточно активно развивается по нашим оценкам уже больше триллиона рублей продуктов питания продается под марками торговых сетей здесь вы видите показатели проникновения собственных торговых марок в ассортименты в объемы продаж крупнейших сетей fmcg а вот пунктирной линии показано их планы на ближайшие два-три года и без исключения все сети говорят о том что в их планах как бы наращивание доли собственных торговых марок у кого-то до 20 у кого-то до 30 а кто-то уже как перекресток допустим замахивается на 60 процентов и я здесь не показываю такие сети как допустим вкусвилл у которой собственная торговая марка больше 90 процентов всего ассортимента или ермолина допустим который тоже торгует в основном своим ассортиментом и я здесь не показываю сети дискаунтеры которые сейчас активно развиваются на рынке я не говорю об этих задрипушных светофорах которые в которые страшно ходить я говорю о тех новых проектах которые запускают там чижик x5 retail group моя цена магнит или там 365 ленты это те проекты которые крупные федеральные ритейлеры делают в соответствии с теми правилами которые соответственно соответствуют дискаунтеру да там доля собственных торговых марок будет больше половина ассортимента то есть брендовой там продукции не будет если производитель ну одна из ваших компаний примет решение идти по этой стратегии то она вполне будет востребована потому что сетям это предложение нужно сети активно это направление развивает в частности новые упомянутые мной игросы и игроки они с первого дня своей работы уже имплементируют собственные торговые марки в ассортимент и у них сотни позиций под собственными брендами в продажах уже выручки это больше десяти процентов от объема продаж то есть тот путь который шли обычные ритейлеры несколько десятилетий эти ребята прошли буквально в первый же год да и уже сейчас они прекрасно понимают что без вот соответственно предложение какого-то уникального своего собственного продукта они не смогут выделиться при всем уважении к сетям fmcg у нас десятки клиентов вот этой группы компаний ни одна из этих сетей ни разу не ставила нам вопрос по поиску производителю производители которые могут предложить им достойную продукцию и dijo который к нам пришла с таким запросом это была компания яндекс яндекс еще до запуска этого проекта попросил нас собрать производителя которая выпускает современную продукцию отвечающую там ну соответствующим 3 трендом и предоставить им для того чтобы они могли сформировать из этих производителей корзину продуктов которые они будут предлагать это вот вот просто принципиально другой подход. То есть если FMCG сети воспринимают поставщика как, ну, скорее как бы партнера, то вот Яндекс реально воспринимал поставщиков как партнеров, которые помогут им развиваться и успешно, соответственно, расти. И это достойно как бы подражания. Другие, соответственно, сети тоже активно закрывают собственными торговыми марками, в том числе недостающие им позиции. Ну, вы знаете, что большие проблемы у нас с сыром из-за продовольственного эмбарго. Ну и вот пример, допустим, Ашана с отечественным производителем, который делает очень достойные премиальные сыры, которые, соответственно, идут на замещение там французских и других сыров в ассортименте, соответственно, такой достойной компании. Далее, соответственно, пример, вот тоже мне очень понравился, компания Газпромнефть, которая выпускает линейку своих продуктов. У них такой G-Drive, G-бренд, такой они делают. И у них появилась линейка, допустим, напитков, кофе, холодный кофе. Ну, понятно, что на их сотнях там заправок это прекрасно продается, все хорошо и замечательно. Но что интересно, обратите внимание, что этот напиток стал продаваться в ленте, уже сейчас продается в озоне, да, то есть это вот та самая история, когда собственная торговая марка вышла за пределы, соответственно, магазина и уже конкурирует с брендовой продукцией. Ну, видимо, и по соотношению цена-качество тоже способно конкурировать. Но пойдем дальше. Следующая стратегия – это нехватка времени или ценность времени. Для потребителей это очень важно. На самом деле об этом говорят и ритейлеры, что многие потребители хотят меньше проводить времени в магазине, они хотят быстро зайти, быстро уйти. Это в том числе, кстати, одна из проблем крупноформатных магазинов, гипермаркетов. Уже нет такого удовольствия, как было раньше приехать в Ашан, и там часик походить по рядам с коляской, с детьми, с кучей вещей на себе одетыми. То есть уже все люди хотят быстро приехать, быстро уехать, а лучше вообще никуда не ехать, чтобы тебе привезли. И поэтому, конечно, растет ЕКОМ. Ну, и для потребителей это тоже очень важно. То есть время на приготовление еды для своей семьи – это затраты, которые не всегда можно себе позволить. И в частности, такие продвинутые производители пытаются ответить на этот вопрос, предлагая свою, соответственно, продукцию. Вот один из наших клиентов, группа компании Агама, один из крупных производителей рыбных деликатесов, запускают вот такой очень интересный проект по технологии Сювид, приготовление такого блюда в пакете. Да, они выпускают готовые пакеты, то есть смеси, в которых уже содержатся все необходимые ингредиенты. И этот пакет, как пакетик с чаем, да, можно просто опустить в кастрюлю, и через 20 минут у тебя готово хорошее, вкусное блюдо. Соответственно, ну, плюс еще и как бы это вполне здоровая еда, то есть соответствует всем современным трендам. Я вот когда увидел этот кейс, я вот не вру, я тут же залез на сайт Агама и тут же себе заказал эту продукцию, потому что, ну, согласитесь, выглядит аппетитно, выглядит очень приятно, как бы хочется… А? Вкусно? Вот я еще не успел попробовать, мне еще не успели привезти. Я вот как попробую, на следующих презентациях буду рассказывать, да, если доживу. Вот, пока… Шучу, конечно. Вот, пока-пока только вот мне внешний вид очень понравился, идея. Вот, но не только Агамы это делают, вот, в частности, компания Бондюэль, лидер в сфере консервов, да, консервной овощной продукции, а это группа товаров, на самом деле, которые, как вы понимаете, находятся под жесточайшим давлением, производителей консервов по всему нашему отечеству, как собак нерезаных, и, соответственно, конкуренция там жесточайшая, как бы, да, выделиться там очень сложно, даже имея сильный бренд, фактически, как бы, да, категории находятся под сильным давлением ценовым. И они выходят в линейку, соответственно, готовых вот таких завтраков, нарезанные овощи, замороженная продукция, то есть существенно расширяя, дефицируя свой бизнес, но, согласитесь, выглядит это весьма, опять-таки, аппетитно, интересно и, скорее всего, в какой-то степени обречено на интерес со стороны покупателей. Но дальше больше, да, вот есть, допустим, компания Увелка, тоже очень крупный производитель круп, опять-таки, а крупы еще у нас и попадают зачастую в социально значимые товары, а там вообще пипец, там список, он такой, что это просто черная метка, потому что ты не можешь ценой управлять, тебе государство сказало, а сети только под козырек, как бы, чтобы не повышать цены. Но вот, чтобы уйти от этого ценового давления, они начинают выпускать вот такую продукцию, уже готовые блюда, когда не нужно прилагать больших усилий, можно накормить свою семью, там, или себя вот таким готовым уже, как бы, в высокой степени готовности решением, которое остается только, как бы, да, там, минимальное усилие на приготовление. То есть, конечно, это очень и очень интересно востребовано и с точки зрения вот маркетинговой стратегии, с точки зрения стратегии потребителей. Ну и, соответственно, переходим к третьему заключительному тренду, это ценность удовольствия. Все мы люди, мы все равно хотим получать удовольствие, и продукты питания – это одна из немногих категорий потребительских товаров, которые позволяют нам себя побаловать. Ну, не могу я себе позволить новый Мерседес, ценник просто куда-то в космос улетел, да, не могу я себе позволить поездку на Мальдивы, ну, по целому ряду причин, это достаточно сложно, но позволить себе там какую-нибудь шоколадку, вкусное там вино купить или что-то еще я могу, и тем самым я получу те самые положительные эмоции, эндорфины, которые мне необходимы для того, чтобы чувствовать нормально себя и, кстати, в том числе и защищаться от всяких там вирусов и болезней. И многие производители поддерживают этот тренд, стараются как бы его отразить своей продукцией. Ну, в частности, московский агрохолдинг, достаточно крупный в нашем регионе, в центральной части России, они выпускают вот такие чипсы на овощной основе, да, то есть тем самым получается продукция снековая, то есть явно ориентированная на что-то быстрое потребление и быстрое получение удовольствия, при этом она еще и соответствует тренду на здоровое питание. И в частности, вот уже сеть вкусвилл, которая, как я говорил, вообще очень тяжело относится к брендовой продукции, но несмотря на это, в свой ассортимент включает эту продукцию для продаж, да, это показывает, что это действительно хорошая, качественная продукция, востребованная их, по крайней мере, аудитория, я думаю, что это будет расширяться и дальше. Или другой крупный производитель, прода, еще недавно являющийся в основном поставщиком сырья, они поставляли, один из лидеров поставки там в гипермаркеты, тушь, да, то есть для разделки, для последующей, соответственно, переработки внутри гипермаркета, и это был их основной продукт. Понятно, что их в этом плане как бы развитие было ограничено, но они выходят на рынок уже брендовой продукции, начинают выпускать современную готовую продукцию, и вот, в частности, опять-таки, снековая такая категория, соответствующая современным трендам, вот тоже обратите внимание, что, как и в предыдущем кейсе, разрабатывается этот продукт совместно с известными, ну такими, там нельзя сказать, селебритис, но скорее как бы экспертами в этой области, и отмечается, что выпуск этой продукции соответствует кето-продуктам, кето-диете, это сегодня такой современный, очень популярный тренд, по крайней мере, у молодежи, кто за этим следит, кто информационно как бы в этом смысле подкован, и они, соответственно, это подчеркивают своей продукции, что она, опять-таки, имеет признаки здорового питания, хотя прекрасно пойдет под пиво. Но про пиво, кстати, еще тоже там пару слов в заключении скажу. Или, допустим, кейс КДВ, здесь мы его выделили по очень такой интересной причине. В прошлом году компания КДВ купила крупного американского производителя, на самом деле, это даже попало в американские СМИ, потому что у нас такие отношения с нашим геополитическим партнером непростые, и тут вот российская компания покупает американскую. И вот они выпускают линейку продуктов, причем, обратите внимание, она уже изначально заточена под, соответственно, американский рынок, но при этом она соответствует всем современным трендам, маркировка прекрасно коммуницирует с потребителями, ценности продуктов доносятся, и я уверен, что эта продукция будет и востребована, в том числе и на российском рынке тоже. Ну или вот еще такой пример, тоже, на мой взгляд, просто иллюстрирующий успешную коллаборацию разных компаний. Это один из, ну не один, это крупнейший, по нашим оценкам, поставщик готового питания на дом. Компания Grow Foods, наши клиенты, они в коллаборации с Adidas разработали просто меню для, соответственно, ну конечно же, людей, которые занимаются спортом, ну и в принципе и Grow Foods ориентируется в первую очередь на людей, которые ведут активный образ жизни. Ну бронзировано это все маркой Adidas. Согласитесь, что такая коллаборация, ну как минимум, вызывает интерес, как минимум я бы взял это попробовать. Буду я покупать потом это второй раз или нет, это уже другой вопрос, но то, что это вызовет интерес однозначно. Поэтому вообще сегодня любые коллаборации, вот производители между собой, производители и ритейлеров очень положительно воспринимаются потребителем. То есть если вы сделаете маркировку там на своей продукции, там не знаю, что это сделано специально для пятерочки, вы никаким образом не увеличите себе стоимость производства своей продукции, но при этом потребители лояльные к пятерочке, да, по тем или иным причинам, очень хорошо будут приобретать ваш продукт. То есть минимум инвестиций, а эффект может быть очень неплохой. Поэтому вот такие коллаборации, они всегда приносят, ну в большинстве своем приносят положительный результат. Главное, конечно, чтобы выбор партнера был правильный, но здесь вот оригинальный ход, выбор партнера, который вообще у нас никак не ассоциировался с едой, как бы, да, и при этом такая интересная как бы история. Ну или допустим тренд на развитие крафтовых историй, крафтовое пиво. Сегодня это очень популярный тренд. Более того, это стало уже так подъедать объемы продаж у тех, кто в прошлом контролировал рынок, соответственно, Балтика в частности, как пример. И вот они запускают линейку такую узко заточенных крафтовых продуктов под, соответственно, свою аудиторию. Причем интересно, что на этой бутылке вы нигде не найдете лейбл Балтика. То есть они как специально отстраиваются от этого, чтобы, не дай бог, потребитель не знал, что это Балтика. При этом горьковская пивоварня входит в состав Балтики, естественно, это Балтика. Ну вот так такой маркетинговый ход со стороны одного из крупнейших наших производителей пива и других слабоалкогольных напитков. Ну и заканчивая блок про Россию, тоже, на мой взгляд, очень интересный кейс. Вот просто, чтобы вы расширили немножечко сознание, как бы и поняли, что границ, на самом деле, ну практически не существует. Такая компания, всем известная, как Coca-Cola, купила не много немало новосибирского, патент новосибирского предприятия на выпуск вот таких биологически активных добавок. Это детоксы, которые там позиционируются как решение каких-то конкретных проблем, там уменьшение веса, там питания, там и так далее. Вот эти капельки, которые справа, там две показаны, одна для того, чтобы улучшить качество сна, другая для того, чтобы повысить концентрацию. Между прочим, каждый вот этот флакончик стоит по 500-600 рублей для справочки. Это вот такусенькая маленькая-маленькая хрень. Вот. И это очень-очень тоже, на мой взгляд, перспективно для определенной аудитории. Уже сейчас это продается в Азбеке Вкуса, уже сейчас это продается в Перекрестке, ну и в специализированных магазинах. Опять-таки, вы нигде на упаковке не увидите, что это Coca-Cola. Это, соответственно, как бы Coca-Cola, это их бренд, их продукт. И я уверен, что это большая перспектива. История чисто российская. Нигде в мире они такого не делают. Очень интересно, что они решились на такой эксперимент здесь. И будут его активно развивать. Ну и в заключение своего рассказа, если я еще вас не утомил, у меня есть еще пять минут. Нормально? Немножечко, несколько кейсов зарубежных, зарубежных трендов, да, зарубежных производителей, сетей. Здесь я все вместе объединил. Но это те кейсы, которые, скорее всего, могут быть имплементированы и в нашу жизнь, в нашу деятельность. Я не говорю о том, что, знаете, есть такое иногда представление о том, что все, что происходит в Европе, оно гарантированно должно прийти в Россию там с оставанием 3-5 лет. Да нет, ну, не знаю, надеюсь, там гейство не придет в таком объеме, как там другие какие-то вещи. Не обязательно, что все должно как бы прийти сюда. Да, абсолютно спокойно мы должны лучшие практики у них заимствовать и в этом случае как бы включать свою работу. Ну и вот такие практики как раз я хочу показать. Вот пример. Компания Aldi в прошлом году на рынке Великобритания запускает целую линейку продуктов для вегетарианцев. Причем делают такой портфель как бы из абсолютно разных категорий продуктов питания. И чего они добиваются? Они за этот год стали торговой сетью номер один по популярности среди вегетарианцев среди всех сетей Великобритании. Они выбрали себе продукт, так называемый герой. Да, вот это, ну это совет может быть сетям, да, то есть не размазывать позиционирование, не размазываться на все. Ты не можешь быть чемпионом мира во всех категориях, как бы это нереально. Но сейчас Олимпиада идет, вы видите, там это очень непросто. Но победить в какой-то отдельной категории, выберите себе категории герои, да, которые должны быть ассоциированы с вами. И вот Aldi, мне кажется, выбрала очень правильный, один из таких, да, правильных кейсов, правильное направление, и стала еще, повторяю, номер один, благодаря вот этой линейке вегетарианских продуктов. Это не значит, что только вегетарианцы к ним придут, но явно они смогли выделиться на высококонкурентном рынке Великобритании. Или другой пример тоже из-за рубежа, компания Tesco, тоже Великобритания. Мы несколько лет назад показывали эту историю, но пока вот она не заходит на российский рынок, а там она очень активно развивается за рубежом. Это порционность продуктов под 100 калорий. То есть они почему-то установили для себя, что порция должна быть 100 калорий. Но в первую очередь, наверное, потому что это удобно считать. То есть ты берешь упаковку, она 100 калорий. Для тех людей, которые ведут подсчеты калорийности пищи и, соответственно, энергозатратам, это достаточно удобная история. И они стали это акцентировать. И многие производители продуктов питания стали подстраиваться под 100 калорий. Они стали уменьшать размер упаковки. Не под литраж, не под какие-то другие характеристики, а под то, чтобы внутри этой упаковки было 100 калорий энергетической ценности. Либо менять рецептуру, чтобы остаться в прежних объемах, но, соответственно, используя другие ингредиенты, добиться вот этого показателя. И обратите внимание, что Теска стала выделять на полках магазинах в категориях группы товаров, которые попадают под это определение до 100 калорий. На мой взгляд, очень интересно, очень перспективное направление. Пока в России этого нет, но если вдруг такой тренд появится и вдруг в этом направлении мы пойдем, вы как производители должны понимать, есть ли у вас шансы попасть вот в этот сегмент до 100 калорий. Тогда у вас будет определенное преимущество. Ну или вот пример компании Nestle, лидер нашего рынка, в том числе и российского рынка. Во многих категориях они добились больших результатов, но в частности запускают в прошлом году, запустили уже линейку молока, соответственно, на растительной основе. И это тоже как бы соответствует трендам, то есть не ограничивают они себя в этом. Далее, вот про пиво еще раз вернемся к этому кейсу, тоже очень, на мой взгляд, показательным и симпатичным. Вот обратите внимание, как производители меняют свои продукты. Budweiser, всем известная, одна из самых таких популярных активных марок, запускает Budlight. Next, линейку Next, причем это алкогольное пиво, оно содержит, соответственно, алкоголь, но оно низкокалорийное, всего 80, там сколько, 88, по-моему, или 80 калорий в одной банке. Да, то есть, опять-таки, вот возвращаясь к тренду до 100 калорий, баночка ограничена в этом плане, и хотя это напиток все равно как бы с градусом, но при этом все-таки ограничен. То есть для, у них даже рекламная кампания была такая построена именно на том, что это пиво пьют такие подтянутые мужчины без вот этих вот пивных животиков, потому что жены их как бы просят, соответственно, следить за собой. Вот, то есть тоже очень интересное, очень перспективное направление, пока в России мы об этом только-только мечтаем. Или вот, допустим, бренд Corona. Вы помните, что в 20-м году вообще продажи Corona обвалились, потому что это ассоциировалось с коронавирусом, да, это был такой анти, как бы бренд получается. Но только в России они выросли. Вот мы такая нация, нас Corona, а мы Corona, да. Вот, Corona в России просто поперло в продажах, но для того, чтобы исправить ситуацию на международной арене, потому что бренд достаточно известный, популярный в мире до этого был, они запускают линейку продуктов. Во-первых, безалкогольная Corona впервые появляется. И, во-вторых, она обогащена витамином D, да, то есть такой вот пьешь пиво и, соответственно, заряжаешься необходимой энергией для того, чтобы, соответственно, как бы в том числе защититься от коронавируса. Ну и все, я заканчиваю. Время уже у меня на исходе, я могу говорить еще долго. Вот очень хороший пример, на мой взгляд, да, такого традиционного нашего отечественного продукта – кефир. Ну, казалось бы, что проще, что мы там не знаем про кефир. Вот посмотрите то, насколько мы плохо знаем кефир и насколько хорошо эту кефирную историю прокачали в Великобритании. Кстати, владелец этой компании «Выходец» из России, девушка, соответственно, которая продвигает этот бренд, уже заметный на рынке Великобритании. Вообще сейчас кефир становится очень популярным напитком в Великобритании. Он хорошо ассоциируется с здоровым питанием, его там чуть ли не врачи прописывают в качестве как бы правильной диеты. И вот и кефирное мороженое есть, и маленькие кефирчики, и большие кефирчики есть. Посмотрите, насколько можно разнообразно, красиво подать этот продукт, который у нас, ну, как бы только разве что бабушки пьют, да, а мы все меньше и меньше этим балуемся. И вот в этом, в 2022 году они выпускают вот такую как бы линейку кефира уже там с другими как бы вкусовыми характеристиками, кофе, там что-то еще. И благодаря вот этим новациям получают очень престижную премию в области продуктов питания Европейской Ассоциации производителей продуктов питания их отметили. Вот насколько простой, казалось бы, продукт кефир можно красиво и с аппетитом подать. Вот, наверное, такие основные рекомендации, которые я успеваю вам рассказать. Буду рад, там, если появятся вопросы, ответить на них. Самое главное, что еще для вас мы подготовили небольшой презент. Если вы захотите получить подборку новинок за 2021 год, вот по этому QR-коду или по запросу после мероприятия, мы с удовольствием направим вам эту информацию, дабы поддержать в вашем очень непростом, но очень нужном труде для нашей отрасли, для нашей страны. Спасибо за внимание к моему докладу. Спасибо. И приветствую Наталью, нашего модератора. Вы знаете, вот меня чем всегда радует выступление Ивана, я очень сожалею, что для Светланы не смогла присоединиться. Вы смотрите, про банк новинок он практически не сказал, но... Сейчас, извините. Я их приглашала в первую очередь для того, чтобы про банк новинок они в полной мере рассказали, но вот все, что вы сейчас вы видели, это квинтесенс тех материалов, которые они перерабатывают, обрабатывают для того, чтобы в итоге вам донести вот в таком вот оформлении, да, и откуда-то они это берут. То есть это релизы, которые выпускают компании. Если вы эти релизы не выпускаете, то об этом тому же инфолайн рассказать невозможно. Только вот когда мне говорят о том, что у нас нет ни о чем писать, ни о чем рассказать. Ребят, вы приходите к сети и рассказываете о продукте. У вас это должно быть отполировано, приготовлено, каким образом именно вы подаете эту информацию. Поэтому моя рекомендация, во-первых, подпишитесь на банк новинок, чтобы вы знали, что конкуренты по рынку делают. Во-вторых, этот банк новинок, который выпускается регулярно, этот банк новинок выпускается на всю аудиторию ритейлеров, которые подписаны на аналитику инфолайна, и, соответственно, ваша информация там тоже может появиться. Так что, ну, такой респект я должна обязательно сказать. Вы об этом практически ничего не сказали, Иван, это неправильно. Вот. Ну что ж, спасибо большое. Прям каждый раз радуюсь за то, какой объем информации имеет возможность отдать нам Иван. И, соответственно, такая большая задача, которую тоже кто-то должен на рынке делать, и инфолайн с этим активно и хорошо справляется. Ну что ж, да, я подхватываю сейчас модерацию. Отдельное спасибо Сергею, который мне помог стартануть мероприятие. Не забудьте записаться. До 10 февраля пресс-центр работает, да? Вот. И сейчас немножко у нас технические моменты. Я хотела бы передать слово Марии. Да, пока я представлю. С Марией мы несколько лет работаем в разрезе… В разрезе… Знаете, вот есть люди, которые умеют создавать контент. Но мы создаем контент с позиции retail.ru. Вот это для нас понятная работа регулярная, да? Но есть люди, которые как раз упаковывают контент от производителей, если мы говорим вот в части там пиара, да? То есть вот это нужно уметь делать. И у него есть огромная экспертиза в части различных стратегических моментов. И вот сейчас я думаю, что уже готовы запускать ее презентацию, верно? Александр? Да. Все, замечательно. Тогда что ж, да, компания Bright Consulting, ты с места будешь, да? Да. Замечательно, да. Ну что ж, тебе слово, давайте вводную историю и стартовую страницу, пожалуй. Не, не надо. А, не надо, решили стартовую не брать. Хорошо. Да, разрешите мне, как полуинвалиду, так сказать, я недавно выздоровела только от болезней, которые все болеют, но ничего. Да, поэтому что-то каждое действие, это как прям подвиг, поэтому можно сидя, да? Я подумала, что лучше начать с конца моей презентации в связи с тем, чтобы плавно перейти от Ивана. Спасибо вам большое, Иван, за то, что вы, как всегда, очень полно и содержательно рассказали о такого обзора и рынка, да, о том, как это в целом выглядит. Я немножко о себе расскажу, чтобы оправдать свой фирменный негативный скептицизм. Значит, меня зовут Мария Яшенкова, я директор и собственник компании проект-консалтинг. У нас два департамента, мы занимаемся консалтингом в коммерческой сфере, продукция, логистика, дистрибьюция, в меньшей степени логистика. И также у нас есть департамент, который занимается пиаром. Мы работаем как с пищевыми производителями, так и с сетями, но больше опыт у нас с производителями. Можно мне, пожалуйста, кликер? Я просто хотела в этом рассказать, чтобы вы понимали, что то, что мы рассказываем, ой, это такой скромный список, я что-то сюда приложила, ну ладно. То, что, то, о чем я говорю, это не моя фантазия, это наша практика работает достаточно крупными федеральными компаниями. Знаете, еще хочу прям подчеркнуть это, да, что удивительно, что вот в этой сфере, да, я сегодня буду рассказывать о том, как правильно рассказывать о своих новинках в СМИ, как доносить сетям информацию о себе. Правильно. Казалось бы, да, это проблема, наверное, только для маленьких компаний, думаем все мы, да, ничего подобного. Даже когда работаешь с крупной компанией, даже с той компанией, у которой и до нас был прекрасный, большой пиар, родил, да, как-то почему-то они заняты чем-то не совсем тем, что нужно коммерсантам. Да, я вот сегодня хочу с вами поговорить на эту тему, а как получить от пиарщиков. А давайте вот познакомимся вообще, а кто здесь производитель? Отлично. А сети есть? Ну, вообще регистрировались сети, но... Хорошо, что нет, а то они приходят, все записывают, потом все делают наоборот. Нет, ну там есть коллеги, которые присоединятся к нам на круглом столе. Коллега я вижу, да, да. Они замаскировались, но мы их видим. У меня просто был один заказчик такой, значит, руководитель, ну, собственник сети, и он, я все время проводил всякие обучения для, значит, производителей. Ну, там, например, там, как правильно не платить, там, всякие поборы. Он приходил, садился на заднюю, там, вот, все записывал, потом говорил, это крупная региональная сеть была такая, да, значит, записывал, потом говорил, как интересно, вот такое, вот такого побора у нас еще нет. Кстати, надо коммерческим директорам рассказать, что-то мы, почему мы за эти деньги не берем еще, вот, ну, поэтому с ними осторожнее надо. Вот, поэтому, значит, вернемся к началу моих, значит, моего выступления. Можно, да, как-то это сделать? Сам-сам. Ага, так, сейчас. Значит, вот, что я хочу вам сказать, коллеги. Значит, мое мнение о новинках и о сложности их запуска даже хуже, чем о мнении Ивана. Вот, что я вижу в своей практике. Конкуренция усиливается, это не то слово, но то сужение канала сетевого, да, и расширение важности сетевого канала, который мы видим на рынке, для российского рынка, оно, конечно, совершенно беспрецедентное. То есть, по сути, сетевой ритейл, особенно федеральный сетевой ритейл, является безальтернативным вариантом для тех производителей, которые хоть какой-то объем хотят делать и продавать. Проблема новинок существует для всех. И для тех, кто еще не работает с сетями и хочет попасть туда, да, и он думает, что вот сейчас он попадет, и проблема-то закончится. Но все мы, кто работает с сетями, знаем, что нет, в этот момент они только начнутся. Да, и для тех, кто, собственно говоря, уже присутствует в сетях, да, также проблема введения новинок существует. Например, она может таким образом существовать. У меня есть там, значит, один любимый заказчик, да, компания Махеев, которая выпускает джемы, возможно, вы знаете, да. Вот, и у них есть там 24 вкуса джемов, из которых вы в магазине можете купить три, ну, четыре, может быть, да. Когда они приходят в сеть и говорят, мы бы хотели ввести новинку, они говорят, не вопрос, мы вас доверяем, пожалуйста, введем, какую убрать. Да, мы все понимаем, что обоциональность никто не отменял, да, и когда ты убираешь свой, свой лидер, да, а в новинке ты не получишь того объема, который ты хочешь точно, да, то, ну, как бы ты, наверное, в процессе пострадаешь. Вопрос, что делать с новинками, да, и мы знаем, что у крупных производителей, когда мы учитываем, например, стоимость разработки продукта, да, стоимость вывода на рынок продукта, когда мы говорим и о рекламе, и об интернет-рекламе, продвижении, а и дистрибуция, да, стоимость вывода на рынок новинки может составлять около миллиарда рублей, да, а при этом на рынок заходят, ну, там, максимум 10 процентов новинок, ну, в среднем, да, есть, наверное, какие-то такие компании, у которых все заходит, я таких пока не встречала, если вот у вас так, расскажите нам сейчас, как вы это делаете. Маш, давай мы все-таки пойдем к презентации. Да, я просто хочу сказать, что проблема, вот она, она очень, она очень, на самом деле, острая, но вопрос заключается в следующем, несмотря на все это, давай я оптимист, не, ну, а что, как бы, я оптимист, ну, да, несмотря, ну, как бы, несмотря, вот самое удивительное, что несмотря на всю эту ситуацию, производственные компании по-прежнему присылают и присылают и работают, ну, как бы, предлагают и предлагают все тот же самый шаблон презентации, к которой они привыкли. Ну, казалось бы, да, ну, вот, вроде бы, уж ситуация ухудшается, да, все говорят о том, что надо как-то, ну, вот, готовить информацию о себе, нужно рассказывать. Наталья вот на каждом мероприятии там об этом говорит, товарищи там пишите, рассказывайте, однако по какой-то причине это не происходит, ну, поэтому мы вот решили об этом подробнее рассказать. И даже в конце этого мероприятия будет такой небольшой там разбор кейсов, который здесь представлен, где желающие, в общем, тоже смогут посмотреть, как вот это происходит, да, и какие, в общем-то, совершенно распространенные проблемы в таких презентациях бывают. Ну, вот, да, а можно меня, пожалуйста, включить? Ну, мы это мероприятие делаем уже второй раз, да, и в первый раз, когда мы делали его, вот, совместно с Retail.ru, большое вам спасибо за такую возможность, мне была поставлена задача перечислить требования, да, к той информации, которая должна быть предоставлена сети поставщиком для того, чтобы предложение о введении новинки было для сети актуальным. Да, и вот на этой, на этом слайде, да, с бутылочкой перечислены первые базовые требования, собственно говоря, к новинке, да, как она должна, каким требованиям она должна соответствовать, чтобы хоть как-то, можно, да, сеть могла ее рассмотреть. Придется мне встать. Можно меня играем, да, спасибо. Да, есть просто момент, когда, говорит, все-таки мы еще организовали видеосъемку для того, чтобы можно было отчасти коллегой поделиться, и, соответственно, есть некоторые технические моменты, к сожалению. Ничего страшного, сейчас мы будем подглядывать. Все-таки это я написала, поэтому я помню примерно содержание. Значит, понятно, что первое требование, значит, к новинкам, да, это потенциал объема продаж. Да, вот Иван много об этом говорил, да, но хочется немножко с вами поспорить, Иван, потому что вот большинство новинок, таких классных, красивых новинок, которые вы показывали, да, с, ну, прикольными всякими там, УТП, да, скорее всего, долго не проживут. Или вы, по крайней мере, они будут использованы, да, в очень узкой зоне, ну, как бы, про покупателей, да, с какими-то вот узкими вкусовыми, да, или, ну, предпочтениями, связанными с их образом жизни. Вот, конечно, много модного выпускается, модные хипстерские там, там, всякие там пиво, там, веганские там продукты и так далее. Да, это где-то работает, да, но вопрос заключается в том, что если вы такое выпускаете, да, то тогда вы должны быть уверены в том, что тому ритейлеру, который вы это предлагаете, вы можете гарантировать, что в достаточном, ну, для него объеме это продастся с его полок. Иначе смысл даже возиться нет, это улетит, да. Ну, не будем об этом говорить, там, как это, там, как этого достигать, но это первое, что хочет знать ритейлер, сколько вы продадите, да, какой будет автейк. Второе. Продукт должен выполнять план категорийщика по доходности. Прекрасный может быть продукт, если он этому требованию не удовлетворяет, да, то он его не возьмет, потому что всегда есть альтернатива у любого, у категорийного менеджера, у любого, тем более, как коммерческого директора. В сети лежит 200 предложений в его секции, да, примерно одинаково выглядящих, может, процентов 10 от них вот как-то там, хотя бы визуально отличается, всегда есть из чего выбрать, да, поэтому, ну, как бы, а из этого следует, что вы должны знать этот план, кстати говоря, да. Третье. Ну, это вот то, о чем говорил Иван, да, этот продукт должен быть в тренде. Вообще закон заключается в следующем. Все, что в рекламе, должно стоять на полке. Все, что активно продвигается, должно, ну, как должно быть представлено в магазине. Дальше выживет или нет. Да, если это у вас так, то вы можете, это большой плюс для вас, вы можете этим пользоваться. Но надо понимать, что в тот момент, когда вы приходите со своей новинкой, и вы хотите убедить в чем-то категории у менеджера или коммерческого директора, с которым вы имеете дело. Да, как вы думаете, какой уровень доверия, да, вы вот вообще имеете в его, ну, там, лице. Да, вот вы, когда вот сказали про партнерские отношения, вот коллеги тут засмеялись, потому что, конечно, мы все хотели бы, чтобы отношения поставщиков и ритейлеров двигались в сторону партнерства. Мы все об этом говорим, действительно, это очень важно, это достигать, однако мы все на рынке знаем, что, к сожалению, до этого крайне, крайне далеко. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, ну, это совершенно нормально, да, в общем-то, все фильтруют информацию, есть разный уровень доверия к, собственно говоря, к той информации, которую ты получаешь. Ну, это нормальный признак психического, ну, психической нормальности, что вы не воспринимаете всю информацию, да, ну, отдельно, там, одинаково доверяя ей. Вы как-то ее фильтруете. Да, соответственно, учитывая всю, каком, сложившуюся ситуацию на рынке, да, надо сказать, что в этом смысле по производителям поставлено ситуацию, да, когда они вынуждены производить разыскание. В следующих вопросах, вот, значит, что обозначают эти цифры. То есть мы фактически вынуждены строить специальную коммуникацию, направленную на коммерческие департаменты федеральных и региональных сетей, да, с целью повысить уровень доверия и уровень, ну, там, повысить уровень оценки тех новинок, которые мы предлагаем. Да, значит, что нам нужно сделать для того, чтобы попасть в сердце коммерсантам. Но мы привыкли приходить на переговоры, да, к сожалению, в нынешней ситуации этого недостаточно. Значит, мы, я вот хочу вам что сказать, товарища, да, надо пользоваться инструментами, которые предлагает вам пиар, да, то есть донесение, значит, важной, ключевой информации до своих партнеров с помощью СМИ и схожих источников информации. Значит, что нужно сделать для того, чтобы использовать этот инструмент. Значит, первое, нужно четко поставить цель, да, это то, что в серединке моего треугольника. Если вы этого не сделаете, да, то вся коммуникационная стратегия будет вашей размазана. Второе, нужно четко понять, кто же, кто ваша целевая аудитория, ЦА, да. Вот, когда я говорила, что очень часто так бывает, что в крупных компаниях, например, есть большой пиар-департамент, но, например, он работает на совершенно другие задачи, например, на взаимодействие компаний с банком, да, который рассказывает про то, как вот в компании все хорошо, там, и так далее, да, или на взаимодействие с сотрудниками, что тоже является очень важной задачей, да. Если вы коммерсант, и если вы считаете и видите, да, что у вас такая есть служба, но она на вас не дорабатывает, я считаю, что вполне возможно и нужно перед ней такую задачу поставить, но только очень четкую, да, нужно рассказать своим пиарщикам, что вы от них хотите, и об особенности той целевой аудитории, то есть коммерсантов, да, на которых необходимо тоже им работать. Значит, после того, как вы целевой аудитории определили, необходимо определить ключевые сообщения, КС, да, которые вы хотите до них донести. То есть после того, как вы окончили с ними коммуникации, что должно остаться у них в сердце, что они должны запомнить о вас. ключевых сообщений должно быть немного, много люди не запоминают. Вообще мы, ну, как бы советуем очень сильно выбирать одно, два, максимум три ключевых сообщения на год работы, например. И далее, что очень важно, четко определить те каналы коммуникации, которым пользуются ваши визави, да, ваша целевая аудитория. Ну, то есть можно, конечно, бомбить пушкой по воробьям, но не нужно, да. Значит, нужно опросить, а что читают ваши, значит, контрагенты, да, и откуда они берут информацию о принятии решения. Поскольку не все могут их опросить, мы опросили их за вас. Значит, и вот, что мы узнали. Вот уровень процентов доверия к разным каналам коммуникации у менеджеров, коммерческих департаментов сетей. Мы опросили 350 специалистов разных категорий специально, чтобы не было там перевес в одном. Значит, что мы видим? Ну, как вы понимаете, опрос предполагал более чем 100%. Да, как бы можно было выбрать несколько вариантов. Значит, что мы видим? Информация от самих поставщиков вызывает наименьшее доверие. Ну, вот, собственно, как я и сказала. Ну, по понятным причинам вы хотите им продать. Поэтому, естественно, менеджеры сетей хотят найти более объективную информацию относительно того, а будет ли та новинка, которую вы им предлагаете, иметь результат в их сети. Подложить некую соломку. Следом за поставщиками, да, идут специализированные агентства типа Росконтроль, Роскачество, значит, и так далее. Это именно агентства, которые занимаются проектами, да, в области исследования качества продукта и так далее. Как ни странно, вот действительно, даже Наталья мне об этом говорила, ряд сетей черпают оттуда информацию о новинках, да, и об общей ситуации в компании. Мне кажется, достаточно полезно об этом знать. Следующее по уровню это выставки, конференции, мероприятий, которые, конечно, все мониторятся. Вот мы сейчас находимся на такой выставке, да, и мы знаем, что сети всегда внимательно работают на них. Далее по уровню профессиональные СМИ, такие как Retail.ru, да, потому что они, ну, как бы, они достаточно авторитетные, они, они как бы концентрируют достаточный уровень профессиональной информации для сетевиков, и они привыкают туда заходить на постоянной основе каждый день, да, мониторяя, собственно, что происходит на рынке, да, и, соответственно, оттуда забирая также информацию о новинках и о поставщиках. Значит, и исследовательские агентства, я говорю о таких исследовательских агентствах, как, например, InfoLine, который представляет Иван, да, но также и исследовательские агентства немножко другого типа, как Нильсен, да, которые также собирают и детализированные данные в продажах с торговых точек, да, и, собственно, конечно, данные конкурентов имеют наибольший вес, но это если они у них есть, да, понятно, что их и тяжелее получить. Все, конечно, их покупают, но все равно, там, понятно, доверие к ним невысок. Как бы, эта информация очень важна нам для того, чтобы понимать, в каких каналах коммуникации эффективнее всего информацию о своем товаре донести. Значит, теперь, а в какой из этих каналах коммуникаций вы можете попасть. Да, значит, смотрите. А, немножко про другое. Чуть-чуть поторопилась. Давайте так вот. А теперь про СМИ, да. Вот если мы вернемся сюда, очевидно, что, очевидно, что СМИ, да, с точки зрения, с точки зрения легкости попадания, здесь самый дешевый вариант. Ну, потому что, допустим, сотрудничество с Росконтрольным Роскачеством, да, это интересный проект, да. Ну, почему, вот, кстати, вот, знаешь, я вот в последнее время взаимодействую, мне кажется, если раньше можно было их обвинить, ну, в неком таком легком экстремизме, да, по отношению к производителям, да, скажем мягко, да, то сейчас, мне кажется, нет, они движутся достаточно такую зону, ну, интересной работы, где действительно анализируются там качества, новинки там и так далее, но все-таки взаимодействие с ними, ну, немножко в таком проходят в экстремальном формате, не то, что сильно партнерском, да, ну, то есть, наверное, можно взаимодействовать, ну, такое, получить там, ну, как такое партнерское отношение, но прямо очень нужно поработать. И по ощущению, это все-таки такая игра для больших, для больших мальчиков и девочек, да, вот, соответственно, мероприятия, ну, мы все с этим работаем, конечно, безусловно, но мы тоже знаем, что поработать на выставке не дешево, да, стенд у нас стоит несколько миллионов, я думаю, хороший, вот, в Нильсон попасть можно только по факту продажи, да, если вы хорошо продаете, они вас увидят, вот, что у нас остается, да, это профессиональные СМИ, значит, и какие профессиональные СМИ, да, с чем же мы имеем дело. Ну, понятно, что есть там ведомости, коммерсанты, РБК, да, но надо подумать о том, а кто вы, да, нужно ли вам туда точно, потому что, кстати, ведомости, коммерсанты РБК хороши тем, что они бесплатные, в хорошем смысле слова, бесплатные, если вам есть, что им сказать. Ну, вот, по моему опыту, например, да, построение нормальных взаимоотношений с журналистами, СМИ, деловых СМИ, первого эшелона занимают год. Это если у вас есть хорошая информация для них. Вот даже для нас, вот мы с ними работаем, я знаю всех журналистов, которые занимаются пищевой индустрией, всех абсолютно. Но если у меня появляется новый заказчик, да, мне требуется время для того, чтобы рассказать журналистам о том, что в нем интересно и почему на него нужно вообще обратить какое-то внимание, да, и гарантий, конечно, никаких нет. Если мы говорим о нормальном, о профессиональном пиаре, да, а не просто по оплатной публикации, это, конечно, можно, но дорого, да, ну, там, в среднем, там, публикация, в коммерсанте, ну, нет, коммерсант вообще не рассматривается, там, в РБК, да, может стоить, там, полтора миллиона за одну статью. Нужно ли вам? Да, потому что, конечно, одна статья не даст гарантии и продаж никаких. Интересно, проекты рассылок все-таки, да, проектов рассылок, как Росконтроль, Роскачество, Инфолайна, я бы хотела на них обратить просто внимание, потому что если вы можете как-то в них поучаствовать, поучаствуйте. Вот в этом смысле, кстати, спасибо вам большое, я вот не знала, что вы будете рассказывать про ваш проект, про новинки, да, но действительно он очень важен, и он предоставляет поставщикам такую возможность, фактически, не фактически, а прям бесплатно рассказать, собственно, о своем продукте, об его, о его возможностях. Ну, и я также знаю, что очень большие компании не брезгают участие, вот я сама, когда мы с Махеем работали, мы вам давали информацию про новинки в кондитерке, и, в общем, у нас были очень хорошие такие отзывы про то, что действительно мы узнали про вас там оттуда, и спасибо вам большое. Вот, ну, вот, собственно, у других агентств тоже схожие какие-то проекты есть, если знаете о них, работайте с ними, да, и, да, конечно, есть СМИ и секционные, специализированные СМИ, да, если вы работаете в каких-то узких сферах, там, в МЯСе, где есть МИТ-инфо, там, ну, и так далее, не буду перечислять, вы все СМИ знаете, которые про вас пишут. Если не знаете, ну, напишите после мероприятия, я вам расскажу, там, что в вашей сфере работает. И особенно внимания, конечно, я хотел бы уделить, ну, как специализированным СМИ, да, потому что, понимаете, вот вы, допустим, коммерсант, да, вы на, на, по постоянной основе читаете ники новости, вам же нужно понять, что происходит на рынке, да, и в этой же канале вы видите определенную информацию о поставщиках. Конечно, уровень доверия к такому, к такой информации, он высок, и это удобно с точки зрения получения этой информации. Ну, и для этого, этих СМИ такого рода, это, в общем, не секрет, они этим пользуются достаточно, в хорошем смысле слова, предоставляя, ну, вот я знаю, что в Retail.ru, например, есть разработанный, например, целый проект, который называется «Товар на полку», да, который уже отработан годами, да, и когда, ну, вот у нас был опыт тоже у одного из наших клиентов подготовки материалов по этому проекту. Удобно, что там все технологизировано. Вы просто отвечаете на определенные вопросы, да, и получаете четкую информацию о том, что нужно коммерсантам, да, о том, что хочет знать коммерсантам про вас. Что важно не делать? Пожалуйста, никогда не говорите то, что не соответствует действительности, никогда, потому что СМИ имеет, ну, как имеет такое неприятное свойство, всегда сохраняться в сети, да, если вы не хотите потом проблем, не надо. Не проявляйте, пожалуйста, агрессию к конкурентам. Это такая история, ну, больше начинающих производителей, да, хотя и, конечно, и крупняк иногда грешит. Когда начинаем рассказывать, вот мы хорошие, а вот, ну, вот эти вот, они вот плохие, у них плохие ингредиенты, мы вот натуральные, а они вот так себе, нет, так делать не надо, это очень хороший, ну, плохой признак, да, ну, как бы никакой журналист этого не хочет слышать, и никакой коммерсант тоже, да, не выступайте, не работайте со СМИ без подготовки, никогда. Потому что, ну, как бы, я бы даже сказала, что это справедливо в отношении всех каналов коммуникации, которые я перечислила. Пожалуйста, готовьтесь, да, нужно, есть определенные технологии подготовки взаимодействия с ними, этого нельзя пропускать, потому что иначе, ну, помимо вредного, да, может просто выхлоп никакой не возникнуть, это очень жаль. Значит, смотрите, сейчас уже у нас... Хочется, но нельзя, да. Смотрите, да, время у нас подошло почти к концу, вот, тем более, что я чуть-чуть времени отдала Ивана, но не пожалела об этом, я считаю, что это было очень достойно того. Вот, и думаю, что не стоит сейчас разбирать следующие два слайда, но они подготовлены по следующему принципу. Значит, слева, да, там содержатся, собственно говоря, те данные, которые необходимо включать в информацию о новинке и о презентации сети. Справа это примеры ключевых сообщений, да, которые, например, вы можете им направлять, исходя из тех или иных ваших потребностей и задач. Я бы вас попросила в случае, если... Ну, мы будем рассылать, да. Вот, во-первых, если вы зарегистрированы на первоприятии, я думаю, это так, да, то вы получите презентацию, сможете это изучить. Вот. Если вдруг вы не зарегистрированы, оставьте визитку, мы вам пришлем, да, но... И таким образом подведем итог, да. И, значит, у меня сегодня вот выступление очень простое. Обычно я грешу вот этим миллионом в этих всяких цифрах, но сегодня Иван, он, он, значит, отдувается. Вот. И, значит, поэтому мысль моя крайне проста. Значит, доведение своей точки зрения, и в том числе информация о своих новинках до сетей, это жизненно важная задача. Поэтому нужно четко понимать, какие... С помощью чего это эффективнее сделать. Мы это рассмотрели. Да, мы теперь знаем, какие каналы коммуникации эффективнее всего использовать, да. А также вы можете подробнее посмотреть, с помощью каких ключевых сообщений, например, это можно сделать, да. И, пожалуйста, рассказывайте о себе, потому что никто дистанционно не может угадать, чем вы занимаетесь, да, и чем вы интересуетесь. Вот тоже в заключении хочу сказать, что есть такая болезнь производственных компаний, которые сидят у себя в цеху и считают, что про них рассказать нечего, это никому неинтересно. Это не так. С удовольствием сети и все остальные, включая ваших конкурентов, конечно, прочитают про вас и узнают, собственно, о чем вы занимаетесь, чем вы, собственно, ну вот в чем ваши конкурентные преимущества, ну где оно? Потому что вот если я коммерческий директор, первое, честно, вот я вот разговариваю с коммерсантами, да, вот ко мне пришел незнакомый поставщик. Первое, что я делаю, это я сажусь за компьютер и ввожу туда название этого игрока. Дальше первые 20 выдач должны быть очень понятны. Там мне должно быть четко описано, кто вы такие, да, чем вы занимаетесь и какова ваша сила. Если этого нет, сразу рейтинг этого игрока опускается. А точно ли, если человек даже о себе рассказать не может, а точно ли он способен произвести то качество продукта в том количестве, которое мне нужно для того, чтобы продавать с моей полки. Вот этот нехитрый тезис мне бы хотелось сегодня зафиксировать. Передаю обратно. Маша, спасибо большое. Ну, контакты все будут в нашей презентации, которую будем рассылать. Я, наверное, ну, я так понимаю, что мне нужно отпустить Ивана. Иван, спасибо большое, что вы с нами были. А Мария с нами также еще продолжит дальше общаться, когда мы начнем уже круглый стол. Сейчас у нас еще, смотрите, мы пойдем немножко другим темпом, нежели было изначально заявлено. Мы сейчас еще отработаем две презентации, после чего малюсенький перерывчик, буквально на 5-7 минут подвигаться, сядем уже за круглый стол и начнем действительно работать уже в круглом столе. Ну, на самом деле, сейчас вот Мария обозначила про то, что надо работать с нашими СМИ, которые, ну, мы, знаете, мы идем во втором эшелоне первыми. Мне это очень приятно осознавать, потому что к этому немало было приложено усилий. Вы знаете, у меня за последние несколько лет стала такая нормальной традицией встречаться с партнерами, с которыми в итоге кто-то еще такие, знаете, начальные партнеры, кто-то в итоге что-то с нами делает, кто-то ничего не делает. Вот, ну, мы надеемся, что что-то начнутся делать. Но когда мы разрабатывали вообще в целом стратегию развития некоторых разделов на сайте, одна из задач была все-таки предоставить возможность компаниям там присутствовать. Ну, давайте так, буквально пару слайдов. Ну, здесь все понятно, что мы делаем, да, то есть, ну, я надеюсь, все, кто здесь находится, так или иначе читает rittle.ru. Вот здесь я должна этот момент зафиксировать. Самый главный показатель, я как руководитель проекта сейчас для себя вижу, это зеленый показатель, глубина просмотров. В этом году, в январе месяце мы год начали с того, что у нас этот показатель пришел к трем. То есть, в среднем статистический наш пользователь читает не менее трех страниц. Это значит, что он действительно интересуется тем информацией, которая создана на сайте. И она там находится. 2020 год с точки зрения внимания потребителей, по нашей информации, он был иной. Коронавирус нам дал там прям сумасшедшие. У нас был миллион триста тысяч уникальных посетителей в апреле. Мне потом обратную связь, ритейлеры говорили, так, вы были наши психологи, психологами, потому что мы из Москвы выдавали очень много информации, которая потом в регионы пошла, потому что там шлейф коронакризиса, он шел как раз вот дальше. Вот, поэтому мы так потом обратку такую хорошую получали. Мне, с одной стороны, это приятно, с другой стороны, честно скажу, я не хочу, что вот мне как руководителю теперь тяжеловато с этой выдающейся циферкой бороться, потому что у меня же определенные планы были, поэтому тут такой момент. Вот, ну что ж, просто важный момент, следите за глубиной. Выбирайте, когда, с каким ресурсом работать, смотрите, насколько действительно его читает. Глубина просмотров – это важный показатель. Вот, и я здесь очень коротко хочу проговорить, коротко еще раз повторяю, контент-стратегию для производителя товаров. Ребят, все просто. Не надо изобретать велосипед, не надо придумывать какие-то… Вот ко мне постоянно приходит, да давайте что-нибудь особенное. Говорит, давайте сделаем что-то конкретное. То, что мы умеем делать, то, что мы понимаем, как считать по показателям. Ребят, я вам не продаю лиды и никогда не буду нести ответственность за конкретные контракты, но мы можем гарантировать просмотры, мы можем гарантировать и понимать, как эти просмотры достигаются. Мы никогда не будем заниматься накрутками, никогда. У нас нет такого ни механизма, ни понимания. Но у нас много каналов, в которых мы работаем, и ваш контент, созданный у нас на сайте, он доносится до наших читателей. Понимаете, здесь очень кратко, у меня есть развернутые презентации, где я по полтора-два часа говорю, здесь вот буквально вот бегом. Значит, смотрите, вот здесь конкретные шаги, что нужно сделать. Вот первый и второй пункт – это бесплатно. Это ваш ресурс, ваше желание что-либо делать на сайте. Регулярно. Ребят, ну хотя бы раз в месяц поставьте задачу о себе каким-то образом напоминать. Не умеете сами, закажите у нас. Ну, такая возможность тоже есть. Не умеете сами, работайте, например, с Ишенковой Машей, которой есть понимание, как о вас рассказывать, каким образом. Вот. Дальше, третий пункт – выпустить совместно с редакцией интервью. Познакомьте с собой ритейлера. Вообще отрасль, в конце концов, да. У нас столько примеров интересных бывает, когда вот прямо на этой выставке было несколько лет назад такая история, когда мы с одним из производителей записали заранее интервью. Я знаю, сколько стоил стенд. Я знаю, сколько стоил стенд. Я знаю, сколько стоило наше интервью для них. И я пришла в третий день, когда у них интервью уже вышло, и двое суток висело у нас на сайте. Он говорит, слушай, я встречаюсь с владельцем, которым мы брали интервью. Он говорит, слушай, я никогда не думал, что такой маленький портал, у нас тогда сильно другая посещаемость была. У нас сейчас 400-500 тысяч в месяц, а там было, ну, 250 тысяч. Ну, 150, еще в районе 200 тысяч. Вот такая. Он говорит, я никогда не думал, что у меня настолько живет телефон после того, как мы выпустим у вас интервью. фоторепортаж производства. Ну, для вас это прям милое дело. Особенно, если вы красивые производства, ребят, приглашайте, думайте о том, как это сделать. Пресс-туры – это вещь, которая действительно очень хорошо работает. И я более того скажу, ритейлеры сейчас обратную историю делают. Они сами стараются, ну, тот же вкусил, да, они стараются возить на свои такие хорошие производства, к партнерам, да, они хотят рассказывать, они хотят делиться информацией с тем, где же производится та или иная продукция. Не надо думать, что это неинтересно. Это интересно. Это вы в этом вращаетесь. Но, кстати, вам это еще должно быть больше интересно поделиться, рассказать, чем вы живете. Товар на полку. Этот проект, он такой долгосрочный, на него мы около месяца тратим только в производстве, создания. И дальше около месяца он идет раскачки. Это, вот знаете, такой вот нормальный материал, в котором расписано, чем вы полезны ритейлеру. Вот прям конкретно. Без этих рассусоливаний «самый вкусный» или еще что-то не надо. Мы знаем, как это подать, в конце концов, да, и ответим на наши вопросы. Мы это все упакуем и поможем это продвинуть. Вот эти три материала нам позволяют сделать перелинковку должным образом. Вот помните, я сказала, три просмотра, вот смотрите, зашли на один материал и пошли дальше вот эти перелинковки. А еще персона будет задействована, еще бизнес-цент будет задействована. Я вам уже пять касаний сделала с одного материала. А дальше мы говорим про новости компаний, которые, например, регулярно выходят. А еще есть один момент. Наши журналисты с вами познакомятся. И они же в процессе общения начинают понимать, какие еще могут быть темы для общего сотрудничества, которые вы никогда не выкопаете сами. Ну, опять же, конечно, у меня сейчас уже редакция здорово загружена, но у меня нет задачи там со всеми начать сотрудничать здесь и сейчас. Я еще не возьму проектов такое количество. Мы сейчас хорошо загружены работой. Ребята, у нас опять презентация плавает. Вот. И, соответственно, дальше. Вот онлайн-проекты, да, спонсор и спикер. Мы делаем кучу онлайн-проектов. Про них я практически ничего там не скажу, но я уверена, что какие-то диалоги ритейли вы у нас смотрели. Это хорошие, понятные вещи, в которых мы можем вас упомянуть или там дать выступить. Пресс-центры. Пожалуйста. Стоимость каждого пресс-центра – это реально очень большие деньги. Я очень благодарна моим партнерам. Фитоклокс сейчас нам помогает делать этот проект и компания 1С. Я очень рада, что у меня есть такие партнеры, которые позволяют мне производить вот такой видеоконтент в большом количестве, но вы не придете, не запишите, а с вас следа не будет. Приходите, рассказывайте, делитесь. Отличный ведущий, который может задать любые вопросы. И, конечно, выступить на мероприятиях у меня, другие здесь – это все тоже мероприятия, на которых стоит работать и нужно работать. И заранее… И знаете, Сергей, в силу того, что он представитель империи форума, не даст мне соврать, сколько ситуаций бывало, когда мы просто, зная о каком-то кейсе, давали им спикера, у этого спикера появлялась дальше шлейф, шлейф публикаций бесплатных и шлейф приглашений на другие мероприятия. Узнаваемые… Вы знаете, не все продюсеры, как мы… Империя может выкопать новых продюсеров, я могу выкопать новых, в смысле, спикеров, но не все умеют это делать. И они за нами следят. Поэтому проявляйтесь. Ну, бизнес-центр бесплатно. Вот здесь это можно сделать. То есть вот есть специальная закладка и зарегистрируйте себя как поставщика. Это бесплатно. Еще раз повторяю, недолго. То есть нужно время, да, конечно, но это нужно выделять. Вот. Дальше следующий слайд. Про форматы материалов. Вот это во тех материалах, которые мы работаем, просто вы понимаете, вот в каждом из этих историй, даже в кейсах можно поработать. Кстати, ну уж, Коля, я 1С упомянула, у нас большой проект с 1С в разрезе автоматизации на платформе 1С. Если у вас есть прикольный кейс, реализованный на средствах 1С, постучитесь ко мне, это есть потенциал на бесплатный материал, потому что мы заинтересованы в таких кейсах. Welcome. И вот это чек-лист к исполнению. Если у вас есть пиарщики, если у вас есть люди, которые отвечают за это, чтобы попасть в новости к нам, попробуйте исполнить информацию о вашем событии вот по такому сценарию. В этом случае, ну, высокая вероятность. Не получилось, на прессе создавочка retail.ru, ну, скажем, отправилась, в течение суток не появилась новость, значит, приземляйте ее в новости компании. Что не надо делать, я тут же написала, да, вот если у вас, если вы заключили, как бы, с пиар-агентством какое-то сотрудничество, то я больше всего не люблю вот эти настойчивые звонки пиарщиков, ну, пиарщиков в данном случае вот из агентств, которые меня могут додалбывать, ну, это на самом деле уже просто доходит до каких-то нереальных. У меня, ну, как у нас, у продаж выставлен мобильный телефон на сайте, у редакции убран. Мы вынуждены были убрать, потому что столько звонков, а вы получили или там еще что-то, что это просто какая-то, ну, некрасивая история. В справедливости надо сказать, что у разных снижатых требований. Да, 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 да. Ну, в любом случае, мы здесь, мы делимся с этим, да, и вот, соответственно, товар на полку, я уже там рассказала частично. Вот знаете, какой момент? Мы сейчас хотим в этом году сделать несколько кейсов на базе Яндекс.Дзена. У нас он очень крутой оказался с точки зрения внимания к, как бы, мало какие издания имеют такое количество лайков, то есть нас добавили в избранное. И там есть возможность, очень интересно, я нашла уже, с каким агентством мы хотим поработать, соответственно, можно очень неплохо сделать кейсы, они относительно недорогие получаются. Мы сейчас просто по себестоимости должны это попробовать сделать, получить кейсы. Так что приглашаем пилотом. Welcome. Вот. А там, чтобы вы понимали, для того, чтобы на Яндекс.Дзене зайти, надо относительно, ну, надо контент изобразить условно в трех форматах и проверить, какой взлетел. И вот этот взлетающий, мы начинаем его раскачивать. Ну, там все не очень дорого, но нужно делать. И, соответственно, цифровой след части выставок. Ну, вот завтра, например, мы идем на несколько стендов делать специально обзорные видеоролики, которые мы будем дополнительно прокачивать. То есть помимо вот этих коротеньких, ну, которые обзорные, это, конечно, денег стоит, это отдельные деньги, мы не будем лукавить, я не хочу заниматься благотворительностью. Простите, но мы коммерческая организация. Соответственно, вот то, что самое простое, это я уже сказала, причем первый шаг, вот первый шаг в этой стратегии – разместить новость компании о том, что вы работаете на мероприятии и продвинуть это на аудиторию. Это вот первый шаг, который я здесь упустила специально. Да, вот пресс-центр, здесь на самом деле слайд из презентации для торговых сетей, но вам это тоже полезно. То есть если у вас есть какие-то явные новости, если явно есть инфоповод, вы дайте эту информацию нашему журналисту, он вас подбрифонованный, он сможет вам задать соответствующие вопросы. И в этом случае вы уже спокойно можете использовать этот материал. Дальше что делаем? Берем видео, забираем к себе, расшифровываем, размещаем на сайте. У нас оно будет размещено по умолчанию. Сослаться на нас тоже можно. Ну, как бы делаем. Ну и вот уже в завершении скажу следующее. Вот если мы с вами идем вот по такому варианту, то одно выступление на мероприятии, оно у вас с вами может в рамках крупных, конечно же, мероприятий. Спикер выступил, с ним записали видеозапись, опубликовали в соцсетях. Если мы знаем, что нужно это расшифровать, то у нас выпуск, статьи, интервью еще, это печатная версия, второй след, печатный сборник. Ну, то есть вот таким образом мы уже 6 касаний. Сколько нужно? Год? Ну, не менее 7. Но на самом деле вот эти 20 упоминаний где-то найти еще надо. Мы эти 20 упоминаний в течение года реально можем набрать. Знаете, как я сейчас про мероприятия пробегаю. У нас есть совместные стенды. У нас сел микрофон. Соответственно, я пробегаю сейчас. Это все есть, это работает. Просто обращайтесь, есть такие задачи будут стоять. Вот. И вот это все, что я сейчас обсуждала, рассказывала. Здесь вот буквально часть я рассказала, часть я не рассказывала. Это в целом карта возможностей. Так что на закладке о проекте, о рекламе вы такую же, в принципе, развертку можете увидеть. Вот. Ну, и, наверное, мои контакты, моих коллег, для того, чтобы у вас они были. Соответственно, Александр Лихачев, это тот человек, который отвечает. И вот он, помаши ручкой, Саша, да. Сегодня мне еще здесь помогает вести мероприятие. Александр, соответственно, отвечает за бизнес-центр. Все вопросы к нему касаемо именно поставщиков, от товаров, услуг, он это обрабатывает. Ко мне нестандартные вопросы, все остальные моменты здесь тоже указаны, кому обращаться. Вот. Таратурю, но чтобы все-таки уложиться, попытаться побольше рассказать и дать время сейчас еще Сергею Боровских присоединиться к нашему следующему уже выступлению. Смотрите, вот сейчас мы контент прошли с точки зрения моего понимания, как нам с вами можно сотрудничать, да. И это вот, знаете, регулярная работа, она все равно принесет результат. Хочешь, не хочешь. Так, сейчас у нас буквально короткое выступление еще от Сергея, который представляет компанию Империи Форум, на базе которой мы сегодня сейчас с вами здесь находимся. С Империи Форума мы работаем, я даже боюсь подумать, сколько, наверное, с 2000, вот я с 2004 года работаю. Я с 2004 года работаю на сайте retail.ru, и с 2005 года мы точно сотрудничаем. Поэтому у них вот количество ошибок при входе в сети, это вот просто такая история о притчевоязвицах. Так что он буквально там несколько моментов отметит, и где вы, в чем можете действительно быть полезными друг дружке, обозначить свой сервис. И после этого мы уже перейдем к круглому столу. Спасибо большое за выступление. Мы как организаторы знаем, что время дорого, поэтому будем достаточно быстро обсуждать все то, что было запланировано. Я посмотрел, что в зале у нас находится порядка 50-60% производителей. Скажите, а кто-нибудь из вас участвовал в центре закупок сетей? Поднимите руки. Никто не участвовал? Один поставщик есть. Отлично. С вами еще попозже пообщаемся еще. Тогда для тех, кто не знает, кликер, у нас нет сигнала, коллеги. Центр закупок сетей в двух словах. Это мероприятие, которое проходит у нас ежегодно. У нас опять слайды не работают. Друзья, помогайте. Которое ежегодно проходит в рамках разных выставок. Я понимаю, с оборудованием не дружат сегодня. И мы помогаем поставщикам и сетям встретиться в одном месте и провести переговоры о поставках своей продукции. Вот так примерно это выглядит. И вот об этом я бы сегодня хотел рассказать. А именно о тех ошибках, которые совершают наши поставщики во время этих переговоров. Мы собрали большую обратную связь сетей. Мы более 20 лет уже проводим это мероприятие. И наши сети с удовольствием делятся с нами информацией. Так как мы являемся организаторами мероприятий, мы за коммерческую составляющую не отвечаем. Поэтому у нас есть возможность проводить глубинные опросы, НПС-опросы, где мы выявляем наши зоны роста наших поставщиков. И вот первая, простая на самом деле истина, это не изучать сеть. Вот я думаю, все со мной согласятся, но тем не менее крупные производители и локальные игроки совершают одну и ту же ошибку. То есть, банально, я скажу пару пунктов, дальше мы перейдем. Изучение сети начинается не только с его количества магазинов, территориального охвата, но даже с того, что можно просто прийти в эту сеть и посмотреть на полку, посмотреть, что продается, какой продукт, конкурировать с вашим, с вашим направлением, например. И если вы не изучили эту информацию, идете на переговоры, соответственно, ситуация будет далеко не win-win, я думаю, что даже win-lose, потому что сеть вас будет как-то прогибать, по-нашему, по-человечески, на свои интересы. Далее у нас есть второй пункт, это делать одно КП для всех сетей. Тут я, наверное, скажу такую вещь, что при составлении персонализированного коммерческого предложения для каждой сети, пусть их даже будет много, 20 сетей, но потратьте на этот день, позовите, привлеките сюда своих коллег, консультантов, пусть они вам помогут в этом. Но когда вы будете погружаться в это коммерческое предложение, вы, первое, поймете, а нужна ли вам вообще эта сеть, то есть, да, можно будет проанализировать, насколько действительно цифры вас удовлетворят по логистике, по доставке и так далее. А второе, если вы поймете все-таки, что вам эта сеть нужна, то у вас будет индивидуальный просчет под каждую сеть. Соответственно, вы будете уже в выигрыше, вы уже придете с готовым предложением. И из второго пункта, плавно перетекаю в третий, рассказывать о товаре, а не о выгодах сети при работе с вами. Вот об этом сказали мои коллеги, да, что я понимаю, конечно, каждый продукт – это маленький ваш ребенок, которым вы хотите гордиться, о котором вы хотите говорить, какие у него есть успехи и так далее. Но тут важно говорить о том, что сеть получит от вас, от вашего продукта, потому что если бы я начал, например, рассказывать сейчас про центр закупок и говорил, что он проводится много лет, много сетей участвует, мы в странах разных его проводим, вам было бы это неинтересно. А вот если бы я рассказал и узнал бы ваши потребности о том, что там будут те сети, которые вам нужны, и вы там, купив билет, можете заключить от двух до десяти контрактов, вы бы уже на это по-другому реагировали. Точно так же реагирует и сеть. Ну, чтобы на более простом примере, наверняка у вас есть производство, у вас есть оборудование, которым вы пользуетесь при производстве, и к вам может прийти поставщик этого нового оборудования и сказать, купи у меня, и не рассказать, почему он должен купить это у вас. Как вы отреагируете? Я думаю, что вы будете просить… Он еще скажет, что у меня очень хорошее оборудование. Да, это самое правильное, что он может сделать в кавычках. Поэтому третий пункт – это, возвращаясь к коммерческому предложению, персонализированному коммерческому предложению, приносите с собой именно его. Не приносите только каталог. Потому что, когда вы приносите каталог продукции или прайс, то в большинстве случаев это вы перевешиваете свою обезьяну на закупщика. Потому что ему приходится разбираться в вашем продукте. А если у вас ни одно из каю, например, 100 или 200, то это получается, ему нужно из целого списка выбирать то, с чем он бы хотел работать. И это достаточно сложно. Вы понимаете, закупщик, который получает миллионы сотен там звонков, писем, и у него нет времени ковыряться в каждом прайсе без коммерческого конкретного предложения. Далее. Не прорабатывать сценарий переговоров. Но это, наверное, такая тема для тренинга. Это тут мои коллеги, мои партнеры больше вам подскажут. Я предлагаю ознакомиться с вебинарами Сергея Илюхи. Он достаточно подробно об этом рассказывает. Просто к этому нужно быть готовым и нужно заранее готовиться к тому, что вам может сказать сеть. Потому что есть ряд возражений, которые являются ложными и которые можно достаточно быстро отработать и достичь своей цели, заключить контракт с этой сетью. Вот к этому же я отдельно выделю не знать ответа на главные вопросы. Чем вы лучше других и почему надо подвинуть конкурента с полки. То есть все вы должны понимать, что если вы продаете орехи и вы приходите в сеть и хотите эти орехи поставить на полку с другим производителем, с которым сеть уже работает там десятки лет, у нее должен быть достаточно веский аргумент, почему нужно поменять именно этого производителя. То есть понятно, да, вот Мария сегодня рассказывала про промо, да, то есть вы этим можете пользоваться. Почему вы лучше? Потому что у вас упаковка интереснее, потому что вы размещаетесь на ритейл.ру, потому что вас знают, вы можете привлечь новый трафик, например, в сеть. Да, в сети это важно. Потому что орехи могут быть сопутствующим товаром, но при этом этот новый трафик может делать хорошую маржу для сети. Ну и последний пункт, несмотря на то, что он вроде бы простой, и все пункты, да, здесь достаточно понятные, это ждать, что закупщик позвонит вам сам даже после успешных переговоров. Это далеко не так. Вот мы провели десятки, сотни, наверное, интервью и с производительными, и с закупщиками после наших центров закупок сетей, и мы понимаем, что закупщик, который провел пусть даже там 20, ну 15 переговоров, он возвращается в офис после целого дня рабочего на выставке, у него есть задача от руководителя, если это какой-то категорический менеджер, у него есть тысяча писем от поставщиков, которые требуют что-то от него нового. И вот те визитки, которые он получил, и вроде да, они интересны, они откладываются на задний фон, на задний план, и он про это забывает. Он может вспомнить об этом через неделю, через две, мы смотрели статистику, узнавали, когда все-таки сеть реагирует на эти визитки, которые он собрал. Это от двух недель до месяца. За эти две недели, особенно сейчас, да, вот в сложное время, может все поменяться, включая, да, и стоимость продукта. Поэтому если вы договорились, составили такую дорожную карту, что вам нужно сделать дальше с сетью, проговорили с ней шаги, следуйте ими, следуйте этим шагам, то есть договорились созвониться, созванивайтесь, договорились отправить договор, пусть даже шаблон, да, рыбу договора отправляйте, тогда у вас действительно будет налажен контакт с сетью, и вы достаточно быстрее заключите этот контракт. Вот, у меня на самом деле все, я могу разговаривать об этом очень долго и много, но я как организатор мероприятий, как форумов, я знаю, что время очень дорого, и у нас еще есть кейсы, которые мы хотели обсудить. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, если вы хотите получить консультацию, как участвовать эффективнее в центрах закупок сетей, или в принципе просто в переговорах с сетями, напишите мне в Telegram, позвоните мне, мы с вами продолжим общение, я думаю, мы найдем интересные шаги решения ваших проблем. Вот, у меня все. Спасибо большое, Сережа. Так, ну что ж, смотрите, сейчас мы действительно уже перейдем непосредственно... Вот, у меня, наверное, на всех наших спецпроектах, которые мы делаем, так, ну, так у нас пределы, не знаю, все ли вернутся сейчас. Мне кажется, самое интересное, не менее интересно начинается сейчас, но в любом случае контент всем будет доступен, благо то, что у нас есть замечательные подрядчики, которые все это сегодня снимают, и мы имеем возможность с этим ознакомиться и в дальнейшем. Что ж, сегодня мы, работая вот на этом мероприятии, на продэкспо, где на самом деле Сергей Леонов, а скажите, пожалуйста, давайте вот так, мы сейчас, наверное, переместим еще, чтобы для вас для троих было удобно там достучаться при необходимости, да? Простите, что с микрофонами несколько иначе. Да, да, да. Да, Сергей, вот скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже бываете на выставке продэкспо? Ой, я не знаю, я не помню, но я начал заниматься дрочной торговлей в России в 2021 году. Продэкспо было уже? Да. Ну, где-то, значит, вот с этого времени. Ну, вот, соответственно, посчитаем, да, друженька, там, больше 20 лет регулярного посещения мероприятия. У меня чуть меньше, вот, но вот вопросы из года в год одни и те же. Проблемы одни и те же. И вот можно много, ну, знаете, конечно, поменялась конъюнктура в целом рынка. И, кстати, говоря вот к вопросу о том, что сегодня вот выступала Пять Иван, да, которого мы сейчас уже отпустили, чтобы он мог в Санкт-Петербург возвращаться. Вот у нас в конце года, 28 декабря, состоялось там мероприятие онлайн, итоги потребительского рынка. Вот, в принципе, смотришь на него и понимаешь, что вроде полгода, как бы два года назад об этом же говорили, год назад об этом же говорили. Ну, там, в смысле, что все меняется, как меняется ритейл. Но ключевой момент ритейлеры, ну, ритейлеры, как класс, да, вот если мы смотрим, все-таки действительно очень много сейчас решает, в части до доступности товара для конечного покупателя, да. Хотя, вы знаете, вот я просто только что была на другой сессии, где про STM говорили, вот, и я точно понимаю, что все-таки проникновение ритейла у нас еще абсолютно, ну, вот именно сетевого ритейла, но еще совершенно не стопроцентно, да, то есть в других регионах, в других городах, в других, вернее, странах, это совершенно другая картина, и там, вот, если смотреть на них, то надо понимать, что с ритейлерами надо научиться работать. И вопрос вот текущего мероприятия научиться работать, как бы, ну, профессионально. Вот у нас сегодня с нами Сергей Леонов, один из основателей вот направления, вот, как бы, франчайзного объединения «Хороший выбор», и у Сергея огромный опыт с точки зрения именно ритейла, все-таки с 2001 года, занимаясь продажами именно в торговых сетях, сколько вы уже всяких историй с поставщиками пережили, но у вас, как бы, мы немножко с вами тронем тему коллаборации. Когучина Константина я пригласила в первую очередь, как человека, который многие годы занимался именно закупками со стороны сетей. Последнее место работы у него было Ашан, и сейчас он является генеральным директором Миннес-лаборатории, которая производит, соответственно, вот такой бренд, да. То есть мы понимаем, что несколько лет назад он, в принципе, особо никому не нужен был, а сейчас они на волне, да. То есть, наверное... Да-да-да. Вот, и сейчас у него получается такой очень хороший, сложносочиненный опыт, именно как человека, с одной стороны, понимающего, что и как нужно подавать торговую сеть, а с другой стороны, сейчас он со стороны, как бы, вашей, да, то есть он поставщик. Но другой вопрос уж, конечно, того бренда, который в целом очень интересен сейчас сетям, и там много рассказывать ему не приходится. Вот, а Машу, естественно, мы приглашаем как человека, который работает с другой стороны, и у Сергея свой опыт именно вот этой обработки, как бы, болей, которые они встречают, он встречает в разрезе центра закупок сетей, потому что вот кто, вот вы говорите, вот в большинстве случаев вы не были там, но вот самый крупный торговый, самый крупный центр розничной торговой прошел... Нет, он будет, оно у вас был какой-то прям рекорд книги... В 2013 году. В 2013 году? Тысяча? Было 640 одновременных деловых переговоров. То есть это 640... 640 столов. А можно умножить. Ну вот, да. То есть это обалденная работа, которую действительно непросто делать. Вот. Ну что ж, в любом случае, один из таких ключевых вопросов, как стать удобным поставщиком. Начнем с Сергея Леонова. Вот ваше мнение, что должно сочетаться в поставщике, чтобы он условно для вас, как в данном случае мы примеряясь к хорошему выбору, стал удобен. Вот обозначить те моменты, которые однозначно вы можете назвать важными, самыми важными. Да. Добрый день. Не знаю, их много. Мне хочется сказать, ну, не какие-то привилляльные вещи, но обычные. Действительно то, что, например, заставляет нас рассматривать там какое-то предложение более глубоко. И здесь скорее нужно пойти от того, что мы делаем и как мы это делаем. Ну, в плане поиска этих производителей, в первую очередь. Нам точно понятно, что ориентироваться только на производителей такой группы, которая максимально активна, имеет максимальную дистрибуцию, находится в Нильсине или находится на полках у наших там федеральных конкурентов. Ну, это такое занятие очень глупое и очень простое. Вот. Эти производители известны, понятны и так далее. Но когда ты начинаешь формировать категорию, по идее, хорошо бы, чтобы предложений было очень-очень много. Очень много. В свое время, когда я начинал заниматься этим ритейлом, у меня была стажировка в Карфур. А потом, когда я приехал в Россию, мы начали открывать магазины Мосмарт. Вот. Они были, ну, не хочу сказать поликалом, но они очень близки были к технологиям Карфура в этом смысле. И у нас были очень неплохие отношения с Патриком Ланге, это первый генеральный директор Ашана. Потому что наш менеджмент, ну, по сути, друг друга знал и дружил, честно говоря. Вот. И мы пытались, значит, вместе выстраивать на этом рынке. И мы делились своими технологиями, как мы пытались сделать. И вот тогда, там, молодому мне человеку, эти люди, на мой взгляд, гениальные части, они объясняли, что на каждый товар должно быть несколько производителей. Но, на мой взгляд, это начало 21 века. Но мы уже не находимся в начале 21 века. На мой взгляд, на каждое СКЮ в структуре твоего ассортимента должно быть много предложений. Именно предложений, товарных предложений. И, слава Богу, наш рынок относительно тех 20 лет, которые были назад, он развивается в плане производства и конкуренция вырастает. Честно говоря, мы тогда с Ашаном попытались найти возможность, чтобы нам сделали предложение все производители России. Вот именно производители. И что-то такое мы набрали максимум 2000 производителей, которые существовало в тот момент в России. Сейчас это значительно больше. И существует трансформация в этом смысле. Очень хорошо, что их много. Теперь мне, как категорийного менеджера, нужно принять решение. У меня есть структура ассортимента. Мы сейчас уже там отчасти не про нее говорим. Я создал структуру ассортимента. Я точно понимаю, что мне нужно там вот в этой категории или в этом свойстве товара там три СКЮ. Во-первых, они будут отличаться там по свойствам. Во-вторых, они могут отличаться по ценовым сегментам для того, чтобы представить в этом товарном свойстве покупателям какой-то выбор. И вот теперь я должен на эти всего лишь три СКЮ обработать, на мой взгляд, идеально для меня максимальное количество товаров. Например, сто. Ну, то есть значительно больше. Не в два раза больше. Не в три, не в четыре. Я рисую некий идеал. И я так сделал вот в нашей компании пять лет назад. Что, по сути, профессионально и качественно мы отработаем технологию, если мы будем иметь доступ к коммерческим предложениям на эти три СКЮ, но не менее там сто. СКЮ. Понятное дело, не по всем категориям так получается, потому что какие категории имеют более конкурентную конкуренцию, другие менее. А теперь, когда я имею тесто. СКЮ, это иллюзия, опять же, работая в 19-20 веке, иллюзия, работая в 20-м веке, заключается в том, что реально категорийный менеджер, как какая-то бизнес-единица, может реально отсмотреть сто коммерческих предложений очень внимательно. Более того, задать необходимые вопросы, которые требуется ему задать для принятия решений. Поэтому пять лет назад мы начали строить такую целую архитектуру разных модулей информационных систем, которая давала бы возможность технологично, без присутствия категорииного менеджера, обрабатывать огромное количество предложений, шаблонных, и выводить некий рейтинг этих предложений. И уже относительно работы этого рейтинга категорийный менеджер уже встречается стоп этого рейтинга производителей для того, чтобы заполнить вот те самые три из каю. Значит, теперь, если мы говорим, ну, сейчас же модно говорить, там, такие айтишные слова, там, алгоритм, например. Вот, алгоритм принятия решения категорийного менеджера, он состоит из двух вещей. Первый – это действительно алгоритм, который рассчитывает по итогам коммерческого предложения такие вещи, как прогноз продаж. А такие вещи, как так, как бы, мы называем это эффективной ценой. Ну, как бы, нет-нет цена на условиях доставки в магазин или на условиях доставки на РЦ. Ну, неважно, на основе чего-то там, вот, на основе какого-то логистического плеча. Туда входят ретро-бонусы, маркетинговые взносы, они считаются от разных баз, там, с НДС, без НДС. Туда входит логистическое плечо, туда входит даже ТПР-бюджет, то, что производитель тратит на промо в течение года. И вот мы выравниваем, и мы сравниваем там за килограмм еды, там, выводим вот эти вот нет-нет цену. Это вот первое. Дальше, соответственно, в этом коммерческом предложении мы просим представить нам возможность поставлять товары. Есть разных пять плеч. И, по сути, мы можем обслуживать сами эти пять плеч. Но мы действительно ищем возможность оптимизации этих плеч и спрашиваем у производителя, как вы можете возить, насколько дорого, и сравниваем с тем, как мы можем возить. Первое плечо. Если мы забираем завода, и каков минимальный квант? Если вы привозите на наши централизованные РЦ в Москву? Если вы привозите на наши РЦ в каждый из регионов нашего присутствия? Если мы забираем со склада вашего дистрибутора? И пятое плечо, если дистрибутор или там филиал производителя привозит нам конкретно в магазин. Вот смотрите, с первым же моментом мы столкнулись с чем? Логистика. А я вам могу сказать, что в коммерческом предложении вот практически везде эта история отсутствует от слова совсем. То есть, когда вы рассказываете, какой у вас шикарный продукт. Вот самый качественный, самый вкусный. Ну вот эти эпитеты, они уже настолько знакомы. Вот и самое неприятное, самое грустное, скажем, в этой истории, это то, что так обижаются производители, когда мы говорим, ребят, не об этом надо рассказывать. Это очень важно. Это действительно важно. Но для торговой сети история про доступность логистическую – это приоритет не менее важный. Потому что именно отсюда строится зачастую вся емкость потенциала в дальнейшем, ну, комфортного работы с вами и контракта, да, которым совместно вы будете зарабатывать. Потому что любая история про нарушенность сервиса, ну, как это низкий, да, как у вас правильно звучит? Да. Когда уровень сервиса крайне низок, вот мы в Казахстане общались с торговой сетью Magnum, они говорят, что у них на их территории очень тяжело добиться высоких показателей. постоянно они страдают от этого. Вот. И это вот как раз та история, про которую надо однозначно думать. Вот. Ну, прошу прощения, что перебила, но вот это прямо я должна была на этом моменте отметить и обозначить, что это очень важно. Ну, спасибо, что подчеркнула. Я бы просто даже вот вдобавок тебе скажу, что вот, что такое ритейл. На мой взгляд, ритейл сетевой – это логистика. Вот это некий процесс, это технология. А ритейл в части ритейла – это скорее вот какие-то уникальные магазины типа Добрянка или Бахетля. Там в меньшей степени логистика. Но если ты все-таки строишь некую такую цепочку, некий канал достаточно большой, через которое можно продавать огромному количеству покупателей, то это логистика, безусловно. Поэтому, да, ты права, мы уделяем этому очень много времени. И третий такой пункт, который участвует вот в этом алгоритме – это мастер-данные. То есть как будто бы вот в 20 веке было принято так. Давайте мы вначале поговорим, и если мы договоримся, мы заполним шаблон с мастер-данными товаров, которые, значит, мы выбрали. У нас все наоборот. Мне кажется, мне опять же кажется, более логично. Вначале мы просим любого производителя, который хочет вступить с нами в переговоры на полку, заполнить мастер-данные. Всех товаров, которые они производят. Во-вторых, после загрузки этих мастер-данных уже коммерческое предложение по шаблону. Вот где есть логистика, цена, разные плечи. Почему мастер-данные важны? Вроде же это просто размеры товара, размеры коробок и так далее. Но в мастер-данных есть еще и там фотография части товара, но как бы можно визуализировать. Но там есть такие вещи, для нас очень важные – это состав этих продуктов, отчасти. И если на сегодняшний момент, в 21 веке, состав становится одним из важных факторов, то это для нас мастер-данные этого товара. Изменение коробки, изменение штрих-кода важно, но не менее важно, что когда производитель меняет состав данного продукта, для нас этот продукт становится другим. Так же, как в технологиях. Если товар меняет штрих-код, он становится другим. Вот. И вот когда я имею в своей базе огромное количество этих данных, я могу сказать, что на сегодняшний момент у нас есть знания о 380 тысячах производимых в России товаров. И при том, эти знания мы получили не от дистрибуторов, не от поставщиков этих товаров, а от производителей этих товаров. И очень небольшая часть именно эксклюзивных дистрибуторов данных товаров. То есть мы даже реально бьемся, чтобы эти мастер-данные и данные загружались в первую очередь производителями, независимо ли они там находятся они где, в Болгарии, в Словении или в какой-то другой прекрасной стране. Вот. Алгоритм делает следующие вещи. В алгоритм попадает еще дополнительно такая информация. Мы занимаемся постоянным тотальным мониторингом конкурентов на наших региональных рынках. Туда входят региональные сети, туда входят федеральные сети. То есть, по сути, мы сканируем штрих-код, у нас есть там свои технологии, мы вводим цену, и все это попадает в нашу базу данных. Штрих-коду прикручивается название товара. И еженедельно по всем нашим регионам мы, по сути, анализируем не менее 40 тысяч товаров. Вот такая вот средняя цифра. Это много. И мы знаем практически в течение года об изменении у конкурента любого штрих-кода в течение года, в какой момент изменялась цена на него. Для чего нам это нужно? Нам нужно понимать текущую стоимость, среднюю стоимость, сколько раз у этого производителя делается промо-акция по этому товару, сколько раз он поднимает цены в течение года. Для того, чтобы эти данные использовать уже в переговорах. Итак, дальше что мы получаем? Это уже внешние данные мониторинга цен. Дальше очень интересно, когда мы получаем данные Нильсона. Не все данные мы используем. Там есть свои, значит, проблемы почему, но данные дистрибуции штрих-кода в том или другом регионе нам очень важны. Количественного присутствия. Вот здесь штрих-код, вот они измеряют там 300 магазинов, и этот штрих-код находится в 100 магазинах. Вот они говорят, там 50% это дистрибуция количественная, вот в измеряемом регионе. И мы эти данные тоже матчем, тоже дурацкое слово, обогащаем наши данные вот дополнительными какими-то инструментами. И в итоге алгоритм работает следующее. Мы прогнозируем товарооборот этого товара, мы прогнозируем маржинальность от того коммерческого предложения, которое получили по сути от нет-нет цены до цены конкурента на этом региональном рынке. Маржинальность до конкурента мы это называем. Мы в рамках одной и той же категории смотрим на ТПР бюджета. То есть если, например, мы смотрим категорию кофе растворимого, мы смотрим всех производителей, какой ТПР бюджет расстраняет данные производителя. Один может 25% от товарооборота выполнять на бюджет, а другой всего лишь 5. Ну как бы вот конкурентноспособность одного по отношению к другому на этом региональном рынке, он становится понятным. И также, соответственно, мы используем данные лабораторий, с которыми работает Роскачество, так правильней и корректней, по анализу продуктов и составов продукта. И измеряем это составами, которые нам предлагает производитель. Потому что то, что реально иногда находится в продуктах, не то же самое, что написано на упаковках этого продукта или то, что дает там мастер данные. Вот. И из этого собирается некий рейтинг. Рейтинг – это некая эфемерная величина. Мы не можем рассчитать точный прогноз, сколько мы будем продавать, потому что мы не знаем, сколько дождей и снегов будет в этом регионе, сколько вырастет конкурентов, сколько строек будет, какая возникнет, какой каннибализм возникнет между категориями или внутри самой категории. То есть как бы мы стремимся к этому, но идеала не может быть. Поэтому мы говорим, что мы выстраиваем рейтинг. То есть мы, исходя из этого алгоритма, понимаем из ста товаров, вот возвращаясь к началу, что один первый товар, он будет продаваться лучше и приносить нам большую маржинальность. То есть в итоге продаваться лучше в количестве – это значит быть востребованным для покупателя. Давать нам маржинальность – это значит быть конкурентоспособным относительно там федеральных конкурентов или других конкурентов, неважно. ДПР-бюджет дает нам возможность, развязывает руки для того, чтобы поддерживать в хорошем смысле войну производителей в одной категории. Потому что в этом случае, если один постоянно делает промоакции, а другой нет, на мой взгляд, это называется дискриминацией. Для того, чтобы не было такой дискриминации, среднесть такая вот теперь бюджетов, она должна составлять. И вот выставляется рейтинг. И в этом случае первые три СКЮ – это первые три СКЮ, с которыми мы обязательно встречаемся с производителями. Чем нужно соответствовать? Ну, как минимум, вот теперь отвечаю на твой вопрос. Как бы, да, действительно раскрывать эти данные, но по-другому вроде как у нас сейчас и не получается общаться, потому что это шаблонные вещи. Но с другой стороны быть открытым, понимая этих данных. То есть вот у нас получается таким образом, что производители, очень много производителей, они загрузили свои данные, а потом через неделю, там, через месяц звонят, связываются с нами, говорят, ну, блин, мы вот загрузили, все сделали, обратной связи нет, и мы еще не на полках. Но как бы тоже должно вот понимание быть, что существуют определенные процессы технологий, мы не можем ротировать ассортимент каждый день в каждом магазине. И у нас существуют такие две итерации в году, когда мы рассматриваем возможность изменить структуру ассортимента, проратировать товар, но данные, которые мы используем, мы используем именно эти данные. Поэтому там раз в полгода в некоторых категориях мы просим производителей как бы обновить коммерческие предложения. То есть это единая рассылка идет по всем производителям или вы как-то выбираете? Если завтра у меня я начинаю рассматривать некую категорию чай растворимый, потому что считаю, что моя конкурентноспособность упала, тоже там определенный кипяй достаточно интересный, то я иду в категорию и рассматриваю все предложения, всех производителей, которые мне может предоставить именно кофе растворимый вот в этой категории. И я рассматриваю все коммерческие предложения, я выстраиваю рейтинги и только после этого я начинаю понимать, с кем я должен встретиться. И у меня есть все данные для того, чтобы я встретился уже через 15 минут. Ну, через 15 минут не нужно, но я уже готов. Я готов. У меня есть очень много данных для того, чтобы объяснять. И по логистике, и относительно конкурента, имеется в виду другого производителя, относительно моего конкурента, ритейлера. У меня есть понимание теперь бюджетов. У меня даже есть свое понимание, как мы можем сотрудничать и улучшать друг другу показатели. Спасибо большое. У меня уже точно там есть пара вопросов, которые надо продолжать. Но я все-таки хотела, чтобы на этот вопрос еще ответил Константин. Вот все-таки, как быть удобным поставщиком? Давайте через призму вашего такого двойного уже опыта, да, и с другой стороны. Вот какие-то ключевые вещи, о которых точно еще не упомянул Сергей, ну или там что-то повторить и обратить внимание. Да, Наталья, спасибо. Но я точно не хотел бы повторять то, что сказал Сергей, хотя согласен с большей частью того, что он сказал, потому что в каждой сети, собственно, существует какая-то механика рассмотрения предложений, тех предложений, которые уже пришли. Вот я бы в общем сказал, что наверное есть три вещи, на которые, помимо прочего, стоит обратить внимание поставщику, который формирует коммерческое предложение или в принципе собирается продавать в торговые сети. То есть первая вещь это подумать о бизнесе сети, подумать о клиенте, это номер два, и о рынке, собственно, и подумать о проблемах того человека, который этот товар собирается закупать, это закупщик сети. Вот, может быть это звучит банально, вот, но каждую из этих вещей можно разложить там на много различных составляющих, факторов, которые безусловно важны при рассмотрении вашего предложения. Ну, возьмем, например, там проблемы локального там какого-то закупщика, да. У меня опыт работы всего там в двух торговых сетях, это x5 и ашан, вот, но он тоже немаленький. Вот, везде, я бы сказал, есть одно общее между этими торговыми сетями. Это катастрофическая загрузка тех людей, которые занимаются рассмотрением предложений поставщиков. Нужно просто, как бы, не поверить, а просто осознать и поставить точку над фактом, что в среднем закупщик любой торговой сети, вот, ну, по крайней мере, из тех, которые я видел, работает в полтора-два раза больше, чем в среднем люди на производстве. Ну, это просто факт жизни. Вот, то есть люди отвечают, там, банально на e-mail в два часа ночи. Вот, хотя на работе могут быть, там, в семь утра при этом. Вот, это банальная, как бы, реальность, которая точно влияет на то, пройдет предложение или нет. Да, можно рассуждать о том, насколько оно красиво составлено и какая информация в нем подана, вот, но это фактор, который влияет однозначно. И поэтому, вот, как сказал Сергей, там, когда следует звонок вслед за заполнением, например, анкеты, там, на сайте или еще где-то, как бы, я все заполнил, номер такой-то мне еще не ответили, ну, как говорится, come on. Вот, это первое. Второе, с точки зрения бизнеса сети, ну, сегодня вот в предыдущей презентации прекрасную вещь сказали, изучайте торговую сеть, с которой собираетесь работать. И вот Сергей тоже сказал, что существует просто банально разные форматы, разные стратегии торговых сетей. И нужно понимать, нужно рассматривать вообще торговую сеть, на мой взгляд, как такого потенциального бизнес-партнера. У вас с ней общий бизнес готовится, да, вы выходите с предложением не просто куда-то там, знаете, как в почтовый ящик опустил письмо, и оно пошло там по России, вот, с непонятным результатом. Вы, по сути, приходите на, потенциально приходите на переговоры, где обсуждается общий бизнес совместный. И вы именно с этой позиции, на мой взгляд, должны не механически, а вот именно с партнерской позиции, должны рассматривать этот процесс. Это, там, моя позиция, то, как я видел, то, как я выстраивал работу своих закупщиков, когда я этим управлял. Безусловно, есть товары, которые, ну, просто можно рассмотреть, там, через призму первично, там, Нильсон и так далее. Вот, но, опять же, есть и другие группы товаров. Если вы, например, приходите с новинками какими-то, нужно все-таки обозначить, для чего она нужна, и что она принесет торговые сети, ну, и вам, в конце концов. И, безусловно, обсуждение при таком подходе не может обойтись без понимания, а что это даст рынку, что это даст клиенту, и зачем клиенту ваш товар нужен. Ну, вот я сегодня поставщик, там, бренда, там, секунды рекламы, Санитель. Вот, я понимаю, допустим, и у нас, там, если вы спросите любого сотрудника, он скажет, мы самые лучшие на рынке. Я говорю, прекрасно. Откуда клиент об этом знает, откуда об этом знает наш таргетный покупатель, торговая сеть и так далее. То есть, ну, нужно понимать стратегию взаимоотношений с клиентом, приходя в торговую сеть. Вот. И, безусловно, нужно заниматься анализом данных. Вот. У торговой сети, кстати говоря, для этого есть, там, все возможности, там, прекрасные возможности, там, еженедельно обсуждается, там, Нильсон, ГФК, Рамир и прочие, да, известные компании, вот. Но вот этот недостаток времени, о котором я сказал в первом пункте, иногда приводит к тому, что закупщику, конечно, очень удобно, да и даже не закупщику, а даже руководителю, там, закупок или руководителя торговой сети, очень удобно, когда вы поможете ей, ему, там, да, с анализом этих данных, и вы принесете просто готовую стратегию. Потому что очень часто, я бы сказал, в большинстве случаев, там, в 95% случаев, при рассмотрении коммерческих предложений от поставщиков можно видеть глубочайший анализ себя самого, без анализа реальной ситуации. То есть, там, каждое коммерческое предложение, это такой учебник, там, не знаю, по перипетиям, значит, там, странствия, странствия удобрений по цепочке корневой моркови какой-нибудь, вот. Но при этом вообще непонятно, что эта морковь, там, значит для клиента. И с другой стороны, совершенно нет анализа, как правило, полки. То есть, если вы приходите в торговую сеть, вы должны понимать, что, на какую полку вы приходите, вообще, что эта торговая сеть принесет, как, ну, торговая сеть, еще раз, это не какая-то, там, бездушная, там, передаточная машина. Это люди строят бизнес, они хотят зарабатывать, в конце концов. Вот, они хотят понимать, что у них, вот, полка, будет давать максимальный оборот. Есть, в конце концов, показатель оборот, там, с квадратного метра. Ну, вот, нужно убедить своего, там, условно, потенциального партнера в том, что ваш товар позволит ей дать больше оборот с квадратного метра. Для этого нужно проанализировать тех, кто стоит потенциально, или уже стоит рядом с вами на полке. Кого-то, может быть, нужно подвинуть, например, да, ну, как ни банально. Или, например, у вас импульсный товар, товар импульсного спроса, он вообще на полке не должен стоять, он там на прикасе должен стоять, или еще где-то на ДМП. Если в торговой сети ДМП есть, ШАН, например, отменил ДМП, да, вот как пример. Это важно знать и понимать. Извините, дополнительное место продажи. Это стойки, вот, и так далее, которые в торговом зале. При этом есть такой момент, ну, это вот мы, как раз, доверительная приемка, вот тоже, такие вот механизмы, которые, вот знаете ли, да, что есть такая история. Кто-то знает, тот и нет. Но просто к этому тоже надо быть готовым. У кого-то это есть, у кого-то это нет. И это очень сильно сказывается на том, попадет ли в должном качестве ваш продукт, на полку, минуя дополнительное время хранения на НРЦ или, ну, скажем, в входной группе, да, магазина? Ну, безусловно, это такой здравый анализ ситуации, потому что вам товар нужно привести в целости и сохранности еще и вовремя, и в нужном количестве, да. Вот, тут там короткая ремарка, был вопрос, участвовали ли вы в центре закупки сетей, но я участвовал, руку не поднял, потому что со стороны сети участвовал. Вот, я участвовал со стороны X5 неоднократно, участвовал со стороны, причем за все три торговые сети, и участвовал неоднократно Аташана. Вел и партнерские переговоры и просто закупочные переговоры. Вот, и вы знаете, вот, ну, по опыту, там, 98, наверное, не хочу, 2% оставлю надежды, 98% предложений, они выглядят именно так. То есть, мы лидер отрасли, вот, нас все знают в своем регионе, мы самая лучшая компания, вот, значит, мы ECO, BIO, там, и так далее, купите нас, пожалуйста, нас все знают, только вы не знаете. Вот, но первое, что вас спросит закупщик, по крайней мере, еще раз, вот, мои команды этот вопрос, как правило, задавали при обращении к ним, это предоставьте, пожалуйста, мониторинг представленности в других торговых сетях, например, да, вот. Это абсолютно стандартная фраза, которая скажет любой закупщик, там, поскольку у них, как бы, единая школа, да, де-факто. Вот, и, собственно говоря, естественно, отсутствие у вас где-либо, наверное, не означает, что ваше предложение не стоит рассматривать, вот, хотя некоторые закупщики, честно скажем, так считают, вот, но это тоже просто говорит о том, что вы должны подумать о рынке, потому что торговая сеть, в конце концов, это рынок, это вы должны понимать свои текущие позиции на этом рынке, текущие позиции против конкурентов, какие у вас преимущества, вообще, чем чем вы лучше, почему вас надо покупать, не всегда там, в конце концов, только цена решает, да, там комплекс факторов, вот, а так, конечно, вот, как говорил там и Сергей, что внутри сетки есть там, внутри любой сетки есть свой алгоритм какое-то принятие решений, ну, вот, если там, допустим, x5 на сегодня уже пошла, там, ну, не то, что на сегодня уже, там, года три назад в области искусственного интеллекта, даже местами, вот, то, там, в других сетях, например, некоторые сидят там, анализируют это как-то в таком онлайн-режиме, мануально, вот, но принципы, как бы, одни, до этого момента нужно довести правильную информацию, и вот, наверное, вот, для начала все, что хотел бы сказать. Да, сейчас дополнит еще момент этот. Коллеги, а вот можно такой вопрос, я думаю, что определенное количество людей, которые здесь сидят, заинтересуют. Ну, если вас слушать, понятно, что всегда выигрывают крупные производители, ну, понятно, у них опыт больше, там, они лучше представлены, и так далее. А вот по вашему опыту, да, что важно, особенно молодым начинающим производителям, на что обратить внимание, чтобы иметь шанс все-таки попасть в сеть? Ну, кроме банально перечисленных. Ну, не все мониторинги, да, следующий мы как раз вопрос перехватили. То есть, ну, да, понятно, что вот сейчас много здесь тех, кто вот стартует. И как им быть, когда у других уже есть статистика, Нильсен, мониторинги и прочее, вот, чтобы зацепиться за категорию, или, например, вот я вот просто знаю, что Михаил представляет такой очень сезонный товар, и, соответственно, в данном случае, да, лисички, грибы, там, такое, да, то есть это история про то, что у них товар, он определенным образом интересен, там, определенный период времени, да, и за сколько времени нужно подаваться, чтобы точно попасть, или там не подаваться, или что еще сделать. Ну, наверное, давайте сейчас Сергей как-то прокомментируйте. Да, хорошо, хороший вопрос. Ну, вот, честно, честно могу сказать, я никогда не размышлял, значит, кто выигрывает в этих переговорах, там, большие производители сказали, на мой взгляд, они просто больше продают, и о них больше знают, да. На мой взгляд, вы, вот, выигрываете такая непонятная позиция. Я думаю, что, следующая история, вот, еще раз, мы точно, абсолютно хотим искать каких-то уникальных производителей. Кстати говоря, чтобы иллюзий не было не для того, чтобы заменить большие бренды. На мой взгляд, это глупость несусветная. Вот, это дорого, невыгодно, и это может убить компанию, грубо говоря. Вот, нам это нужно для того, чтобы придать некую уникальность. Если кто-то делает, хотел сказать, производит лисички, собирает лисички, и эти лисички потрясающие, в первую очередь, мы должны об этом знать. Вот. Ну, вот, в наших технологиях. То есть, мы должны знать, что есть такой производитель, есть, вот, мастер данных товаров, то, что он производит, наверное, не только лисички, а там, еще и подберезовики, простите за утрирование определенное, и мы точно понимаем сезонность разного свойства товара. Я думаю, что здесь есть определенное доверие. Наш классификатор, он очень глубокий, он доходит до свойства товарного. Для нас категория, по сути, это не является категорией, например, сок. Для нас категория, это сок мандариновый в упаковке 0.3 в стекле. То есть, такие вещи, как тип упаковки, размерность, вкус, это единица управления категорией. Вот звучит громко категория, но реальная глубина, она достаточно большая, поэтому есть, как называется, это, мудро, как называется, бла-бла-бла, росы. Эти росы, это грибы, дикоросы, да, вот, простите, ради бога, что я, забываю какие-то слова уже. Да-да-да, вот, значит, они подразделяются, в том числе и доходят до свойства и даже, если хотите, до размерности этих грибов. И когда мы видим это коммерческое предложение, оно остается в нашей базе данных. Мы точно не совсем глупые люди для того, чтобы понимать, что урожайность тоже является фактором в части грибов. И вот в момент, когда мы понимаем, что возревает сезон и нам нужно наполнить полку определенным коммерческим предложением уникальным, мы спускаемся туда и хотим видеть там некое количество предложений, в том числе грибов. И если вы там будете один, как уникальное предложение, по сути, если хотите, у нас нет выбора. И мы очень быстро договоримся. Но наша цель завлекать в эту базу, если хотите, максимальное количество людей, которые могут предложить нам грибы. Для того, чтобы у нас был выбор на эту тему. Но это первое. Поэтому мы сами заинтересованы в поиске этих компаний. Я не думаю, что вот такие вектора, которые будут объяснять, что наш продукт, наши макароны, они лучше, чем макароны, чем у всех. Это просто странно звучит. Просто поставьте себя на наше место и теперь проведите переговоры со 100 производителями макарон. И когда вы на 101-м поймете, что они говорят примерно одно и то же, то, понимаете, вот 101-й, который реально делает самые лучшие макароны в мире, приходит и честно говорит эту же логику, вы его не слышите. Вы его абсолютно не слышите. Должны быть абсолютно, на мой взгляд, какие-то другие подходы в этом смысле. Но вот в нашей сети нам нужно только знать об этом. И я вам могу сказать, макарон предложений 200, молока предложений 200. Но если вы делаете реально какой-то уникальный продукт, вы попадаете в тренд какого-то вкуса, вы попадаете в тренд какого-то уникального удобного продукта в плане упаковки, вы формируете сами категорию некую, нехитрым путем, типа вот батончик марс разрезали на штуки, сделали конфеты. Это теперь две разные категории по сути потребления шоколада с карамелем. А реально формируете что-то такое уникальное, а не копируете у крупных производителей то, что делают они и пытаетесь сказать, что это там или дешевле или дороже по каким-то причинам, то вариантов в нашем случае найти какого-то второго производителя, с кем мы могли бы провести переговоры, их нет. И я могу сказать, что вот количество свойств вот тех самых категорий, которые мы управляем, их пять тысяч. И вот если я скажу, что тысяча из них имеет либо ни одного, либо только одно предложение, я точно не ошибусь. Просто других вариантов нет при всем радостисти рынка. Смотрите, здесь можно такой некий момент отметить, что зачастую внутри компаний, помимо менеджеров по продажам, должны быть нормальные аналитики или вот человек, который умеет просто, даже не аналитики в данном случае, здесь нужен человек, который методично заполнит эту информацию достойным образом. Это к вопросу опять к контенту. Мы возвращаемся, да, в том числе, про то, что это должно быть описано. А не так, что у нас, как обычно происходит, там в 1С находится информация в абсолютно разном формате, а потом удивляется, почему у нас на ценниках, как только не вылезает сократительная и прочая информация, да? Да, Наташа, но это несколько другой вопрос. Он, может быть, не отвечает полностью на то, как хорошему производителю, там, маленькому производителю попасть на полки. Вы знаете, вот я еще про свой личный пример могу рассказать. Не знаю, насколько он может быть стать для вас примером, но мой опыт ритейля, он достаточно давно, начинался он с организациями этого работы, это все, что касается бизнес-процессов, товародвижения, потом это было управление самим гипермаркетом, операциями, потом это был маркетинг, HR. И я реально сторонился, выращивая себя вот в ритейле, сторонился вот этой истории, связанной с категорийным менеджментом. Я реально вообще не понимал, как можно переговариваться часами и выбирать чего-либо. Потому что мой первый опыт, он скорее математический, очень структурный, процессный. Я до сих пор не могу понять, как можно на основании собственных рецепторов принять решение, что вкуснее. Вот если бы миллион человек попопробовало и составили в рейтинг, это было бы корректно. Если есть сертификат независимого агентства, например, Роскачества по поводу лабораторных исследований состава, и что этот состав в течение года не меняется, для меня это критерий. Но точно не мои личные рецепторы, которые по идее должны отвечать за те миллион человек, которые приходят в мои магазины по стране. И в этом смысле мой опыт пришелся к тому, что работая долго в ритейле, а вы, собственно говоря, как производители тоже находитесь на этом рынке в MCG, и у вас есть с какими-то сетями или магазинами просто дружеские, нормальные отношения, человеческие отношения. Это больше, чем бизнес-отношения. И у меня тоже такие возникали. И я просил производителей брать меня на встречу с сетями. Просто представлять, не знаю, как, не знаю, секретаря, мне не важно, как меня представляли тогда. Но тогда я впитывал, как ведут переговоры сами производители и как откликаются ритейлеры. Это была, наверное, середина 2000-х годов, 2006-2007 год. Я не думаю, что сильно глобально что-то изменилось. Это клоунада, ребят. Ну, просто реальная клоунада. Компании, которые структурировано могут что-то объяснить про свой продукт, и компании, которые структурировано могут объяснить, что же им нужно, я имею в виду ритейлеров, их очень мало. И, на мой взгляд, оно в двух вещах находится. Вот первое. Серьезно, если есть такие компании-ритейлеры, попросите, чтобы они вас пригласили на переговоры. Ничего в этом секретного нет. На первый переговор, на второй, чтобы вы как бы обратили на себя внимание со стороны. Ну, как бы на себя. И вот прям проанализировали и поняли, как вы точно не хотите больше вести переговоры. Как хотите. И второе, это открытость. Потому что, на мой взгляд, вот следующий шаг развития отношений, отношений между ритейлером и производителем, это обязательно открытость. Я искренне до сих пор не понимаю, почему компании, ритейлер и производитель не могут полностью открыть друг другу стратегии своего развития. А вместе со стратегиями открыть коммерческие политики. Коммерческая политика – это зависимость от разных факторов логистических, коммерческих, объемных, относительно развития этого продукта. Почему эти компании, не раскрыв это, не могут состроить собственную стратегию развития. С Марсом я смог это сделать? И я не буду выводить Марс на 5, не знаю, 3-5 лет. Но они меня инвестируют сотни миллионов рублей для того, чтобы привести в порядок мои 700 долбанных магазинов на прикасовую линию и создать 2-3 формата прикасовой линии. Именно в оборудование. Мне понятно, что меня ждет в плане переговоров. Когда я веду переговоры, как сеть, я торгую за 1-2% с Марсом. Кто понимает, о чем я говорю по поводу Марса, это уже неплохо 1-2%. Обычно полпроцента, если повезет. Везет в принципе всегда на полпроцента, но 1-2% это достижение. Но мне нужно 15, ну как бы вот эта амбициозная цель. И теперь я хочу понять, что такое вот открытие коммерческой политики. Я хочу понять с Марсом, что я должен такого сделать для Марса, реального, чтобы получить лучшие условия в стране. Ну как бы такая амбиция. И у нас даже такие есть схемы, когда мы выработали 10 критериев. Вот я вначале о них говорил. И они рисуют на переговорах важность этих критериев. Например, логистика, троечка. Не важно, не важно. Широта матрицы, пятерочка. Очень важно. Единица, отсрочка платежа, например. А мы параллельно рисуем перед ними нашу стратегию. Получаются вот такие вот две области, которые мы пытаемся соединить и понимаем позиции двух сторон. И вот с этого начинается стратегия на несколько лет с этой компании. Мы понятное дело. Они говорят, окей, что для этого нужно? 14 фурзавода ежемесячно, минимальный квант одного из каю палета, полная открытость в плане дистрибуции в этих форматах, отчетность открытая, по сути, доступ к биаю, к вашему, по поводу продаж по единицам, нас, наших конкурентов, товарные запасы в каждом магазине. И почему нет? Что в этом секретного, в этом открытии? Это вопрос не к производителям. Это хороший вопрос к остальным сетям. Почему нет? И к производителям тоже. Не все готовы раскрывать эту коммерческую политику. Не все это вы мягко сформулировали. Пока вы это единственный, у которого я такое слышу. Все заявляют об этом. Знаете, есть в этом такое существенное лицемерие. Когда все собираются, или на какой-нибудь, например, конференции сети, все собираются, там сидят производители, они говорят, надо развивать партнерские отношения. Все такие, да, да, надо развивать партнерские отношения. А потом на переговорах. Согласен. Мария, согласен. Это слова. Но вот что бы еще подкупало, кроме уникальности, я вот сейчас закручиваю еще, это вот открытость. Открытость компании, которая к тебе приходит и рассказывает, что она способна сделать для тебя как партнера. И мы готовы к каким-то таким большим открытым коллаборациям. Нет там ничего секретного. Никаких данных. А может такой еще вопрос. Скажите мне, пожалуйста, я на другой сессии уже спросила, а вот на этой сессии спрошу. Кто-то знает, что здесь на выставке сегодня стоит стенд вкусвилла? Четыре, пять, шесть. Шесть человек. Я просто к тому, что раньше, в принципе, особо не практиковали коллеги из сетей, чтобы выйти, всегда на деловых программах стараются участвовать и принимать участие в центре закупок сетей. Здесь вот вкусвилла не пошли вот таким вот образом. Я знаю, что у некоторых сетей еще есть другие амбиции на другие там тоже как бы выставки. Но я просто к чему? Я к тому, что, ну вот, имейте в виду, найдите стенд. Знаешь, в павильоне форум, если я не ошибаюсь, и они готовы общаться. Они сделали телеграм-канал, обозначили туда, что они видят и как. И я к тому, что нет задачи у всех быть закрытыми. Вопрос только в том, вы какой позиции находите, закрытый или открытый? Готовы принимать информацию или нет? Маш, я знаю твой скептизизм. Нет, я совершенно согласна, это правда. Но это, я здесь согласна, это вообще единственный вариант, единственный. И она подкупает, потому что она редкостная. Это как представить уникальный продукт или представить, собственно говоря, ну как бы вот с кем вам, вот это обычная человеческая вещь, долой категорийный менеджмент, обычная человеческая вещь. С кем вам приятнее общаться с милиционером, который блюдет букву закона и говорит по уставу с вами? Или, например, с вашим другом, который раскрывает душу? Ну вот. И вот это я называю определенным образом стратегия. Вот. И второе, на мой взгляд, для нас подкупает. Против милиционеров у нас тоже есть свои процессы. Очень четкие и понятные. Милиционер получит свой устав и с нашей стороны. И это переговоры будут позиционные. Обычно они заходят в тупик. Сергей говорит, в принципе, понятную и правильную вещь. Если у вас ничего нет, извините, голая жопа, да, и нет совершенно никаких. Ну хотя бы, ну, be nice. Вы хотя бы очаруете категорийный менеджер, ну, худой конец. Ну, по крайней мере. Но я всегда вот своим клиентам говорю, что было бы неплохо поработать за категорийщика, например, в анализе рынка. Всегда спасибо говорят. Это хорошая практика, очень хорошая практика. Ценностная. Почему никто не использует, тоже непонятно. Да. А если, Константин, что-то дополнит, то части вот именно новых поставщиков, которым сложно попасть. Я бы вот в части открытости тоже дополнил бы. Ну, вы понимаете, действительно, торговые сети на сегодняшний день, ну, многие из них вообще публичные. Они действительно по сути как на ладони увидеть всю информацию. Вот. Они готовы очень часто делиться информацией. Там, раньше кто-то за деньги это делал, сегодня бесплатно это делается и так далее. Ну, для кого-то, может, это звучит как, там, какая-то сказка, но это так. Это реально так. Если вы обратитесь, там, к вашему закупщику, например, с которым вы сегодня работаете, он какую-то базовую информацию, ну, точно скажет. Вот. Ну, еще раз, я ориентируюсь там на свой опыт. Ну, вот. Приходит, значит, компания. Таких примеров миллион. Вот. Мы, там, производим, там, не знаю, орехи какие-нибудь импортируем и так далее. Прямой вопрос задаю. Кто ваши собственники? Ступор абсолютный просто. Как бы все глаза начинают бегать. Вот. Это вот 90% там компаний. Во-первых, мы, давайте так, мы сейчас говорим в общем. Но категории-то много и они совсем разные. Есть маленькие категории, есть, которые вообще не в поле зрения. Есть исторические, не очень структурированные, скажем, категории с точки зрения того, кто их представляет сегодня, кто является там поставщиком. Вот. Они очень разные. Это прямо разные совершенно бизнесы. Вот. Но, к сожалению, вот на нашем рынке, в нашей стране очень часто можно видеть оставшиеся там, к сожалению, не умершие за 20 лет принципа ведения бизнеса, там, или за 30, где, когда спрашиваешь о том, кто ваш акционер, глаза начинают бегать и опускаются. Вот. С такими поставщиками, в принципе, дальше не хочется продолжать разговор. Закрывается дверь, приходит следующий из этой же категории поставщик. Его собственник сидит за столом. Вот. Совершенно другой разговор. Вообще, абсолютно. Вот. Это, ну, к слову, об открытости. Потом, еще раз, есть разные категории. Есть, которые находятся не в поле зрения, в принципе, у закупщика, потому что ему нужно там по его целям оборачивать сотни миллионов там на каком-то, на какой-то категории. Он вынужден вести переговоры, просто он не может выкинуть какой-то товар из корзины. Вот. Но он ему нужен на полке. Вот. Который там дает обороты несколько миллионов рублей там в месяц или в год. И, конечно, здесь он ждет прежде всего экспертизу от поставщика. Он не хочет работать над этой категорией. Он хочет, чтобы за него работу эту делали. Да, как есть выражение, я за вас свою работу делать не собираюсь. Вот. Свою работу. Да. Вот. И поэтому, в принципе, нужно брать, если в общем говорить, я считаю, нужно брать еще и пример с топ-поставщиков, вот о которых все время говорят там Марс, Настле там и так далее. Манделиз, Проктор и прочее. Они что делают? Они непрерывно снабжают информацией закупщика. Еще раз, я приземляю немножко вещи вот с, как бы с глобальных там стратегий сетей и так далее, есть банальные вещи. Вы приходите к закупщику, он рассматривает ваши предложения. Я вас уверяю, ни один коммерческий директор торговой сети никогда не остановит процесс, который захочется пустить в закупщик. Это иллюзия абсолютная. Вот. И это человек, который принимает решения. И закупщик получает, еще раз, огромное количество очень ценной информации от там крупнейших сегодня поставщиков. Он, грубо говоря, ему там нужно проанализировать стратегию конкретной категории. Но он что делает? Он снимает трубку, говорит, мне завтра к 9 утра нужна презентация. ему делают. Но это факт жизни просто. Вот. Поэтому, да, и здесь, кстати говоря, очень важно не манипулировать этой информацией. Это опять, наверное, в продолжении истории с открытостью, потому что манипуляции на уровне торговой сети, они, ну, очень видны. Это вот как учитель в классе, извините за такое сравнение. Вот. Всегда видит, кто списывает. Может, один раз так попробует. Да, может, да. Один раз, но последний. Вот. Такие манипуляции тоже всегда, ну, я, по крайней мере, видел там, люди видели мои, да. И, в общем-то, информация должна быть правильно подготовлена. Вот. Поэтому я бы брал пример вот с таких, как бы, best практик, извините за выражение. Вот. Это первое. Второе. В конце концов, на федеральных сетях же цвет клином не сошелся, извините. Отлично. Наконец-то я это услышала. Вот. Вот. Мы не договаривались. Вот. Есть и региональные торговые сети. И это, я извиняюсь, 70% рынка. Вы, ну, сколько? 68, да? Нет, ну, ну, нет. Nine. Окей. Тем не менее, давайте так. Огромный кусок рынка – это рынок за пределами федеральных торговых сетей. И, в принципе, если мы говорим о том, что вы начинающая компания, которая там что-то там пытается делать, допустим, на региональном уровне, так может, вам на региональном уровне пытаться договориться. Зачем вам в пятерочку, там, Ашан и так далее? Зачем вам в Нильсон вообще? Пятерочка вообще всегда, вот мы внутри говорили, что у нас на полку попало, то Нильсон. Все. Поэтому, как бы, а он вам нужен, да? И это точно сегодня не единственный критерий Нильсон. Некоторых категорий там вообще в принципе нет. Мы о каких категориях говорим? Вот. При всем уважении к коллегам из Нильсона. Вы знаете, здесь на самом деле к вопросу… Вот один есть пример, который я очень люблю повторять, и про который… Вот сейчас здесь полки, вот мы сейчас рассматриваем, да, товар на полку, как упросят путь к торговой сети, но если мы возьмем вот за основу товар на полку, мы же должны понимать, что кроме торговых сетей у нас еще немало розницы. И зачастую, я вас уверяю, но закупщики, которые развивают свой ассортимент, они заглядывают не только к соседям по торговым сетям, но они еще все-таки смотрят, что еще в других есть магазинах, которые у меня в округе, или вот, господи, я сама приезжаю в новый регион, я обязательно пойду в что-нибудь другое, что не является сетевой розницей или вот какие-то особенные магазины, потому что там мы точно можем увидеть особенный ассортимент. В Москве один из особенных магазинов, у меня недалеко от дома есть, где я всегда видела просто сумасшедшее количество вкусов, там какой-то, ну, вот в пятерочке или там в каких-то магазинах это мы увидим там от силы 1-2, а там всю линейку, боже, сколько мы всего, оказывается, не видим, да? Вот, я просто к чему? Когда семечки Мартин заходили на полке, я еще, наверное, если не школьницей, то студенткой была, и я помню точно, что моя мама, работая в сельском магазине, помогая там, она мне в какой-то момент начала домой притаскивать какие-то, калькулятор какой-то, еще чего-то. Что вы думаете? Они вкладывали в коробки, в коробки, которые вот, где вот, соответственно, семечки были, они вкладывали какие-то презенты, которые оставались продавцам. Ну, и тем, ну, просто вот на местах это доставалось. Как вы думаете, что быстрее продавалось в этих магазинах с точки зрения семечек? Ну, мы понимаем, да? Вот я, знаете, это, вот это, это в данном случае в сетях это не сработает. Ну, я понимаю, что это не тот уровень, но вот в магазинах, которые по-другому, скажем, ну, работает, и их много. И это к вопросу о том, что в некоторых случаях вот такие механики кажутся странными, но не работают. Ну, и еще просто добавить об этом, что в конце концов в любой, там, ну, крупной федеральной торговой сети есть ассортимент не только федеральный, но и региональный. И для того, чтобы, собственно говоря, его вытащить там в торговую сеть, да, вот, нужно понимать локальные, там, бенчмарки, извините, ну, то, что представлено вообще в регионе. Естественно, что если вы попадете в какой-то региональный, там, небольшой магазинчик, там, ну, в сетевую, ну, даже в розницу какую-то региональную, то, а федеральный у вас при этом не будет, то рано или поздно, ну, может так получиться, что за вами просто придут, или, по крайней мере, вы можете обогнать, там, кого-то и прийти сами. Вот, есть немало случаев, даже много, я бы сказал, когда торговая сеть сама бегает за производителем, пытаясь его уговорить, начать ей поставлять тот или иной товар. Вот, об этом, ну, как бы, мы все молчим, не говорим, но на самом деле закупщики сами постоянно работают, ну, как постоянно, иногда работают в режиме такой, собаки-ищейки, да, просто, которая, вот, пытается что-то найти, вот, находит, и потом надо еще уговорить, ой, у нас с логистикой, там, что-то не так, ну, производство не тянет, там, и так далее, начинается вот эта вот история, там, мы не можем, вот. Дальше, значит, они там внутри себя обсудят, их генеральный директор с коммерческим едут прямо в Москву, в федеральную сеть и начинают, там, обсуждения, из которых ничего не получается, а их только что просили на региональном уровне, там, начать поставки. Ну, как бы, не хочу опять в коммерческом говорить. Ну, да, то есть, различные моменты, но давайте, знаете, как, вот сейчас у нас, наверное, уже пора перейти к кейсам, и на самом деле, вот, я вчера даже в Фейсбуке написала, у нас 100, у нас 125 регистраций на данном мероприятии, ну, было понятно, что, конечно уже не все дойдут, и у нас часть аудитории онлайн получает информацию, вот, соответственно. И как вы думаете, какое количество нам пришло кейсов? Кто там два назвал? Два. Это инсайт. Вот понимаете, какой момент. Вот сейчас нас четверо здесь, да, и я всем переслала вот эти два кейса. Значит, причем, что любопытно, оба кейса вышли, ну, это в итоге из микрозелени. И, конечно, ну, каждый может там что-то прокомментировать, но, наверное, наиболее там серьезный разбор у Маши был там готов. Мы не готовили специальной презентации, то есть у нас нет задачи человеку там, мы лучше это в личных уже там моментах отметим. И в принципе, я вам так скажу, вот я с первым же, первый, кто мне позвонил, первый, кто написал, первое же попадание. Как вы думаете, какое? Ребята оказались из того города, в котором я живу, Пушкина. И ради интереса, вот мне уже дали обратку, что данная зелень, она должна продаваться в тех магазинах, куда я обычно хожу за овощами и фруктами. Не нашла, специальную полку сфотографировала. Дам обратку по этому поводу, что я даже спросила в двух точках, которые рядом со мной, нету этой продукции. Это вопрос к тому, что вот у меня есть информация, эта информация как бы уже не то, что мне недостоверно, но мне как потребителю даже не получилось купить. Я реально хотела обратить внимание и купить. Я просто к чему? Вот такие вещи, которые делаем мы вот сейчас, то есть кто мне мешает, вот было переслать, вот я Сергею переслала, да, у Сергея, если что, если вдруг кто-то поинтересуется, он там обратит внимание закупщику. Не надо бояться. Кто мешает это делать? Кто вам мешает? Всем было вот это сделать. У всех одинаковая тисктовка. Это к вопросу о билетах, счастливых, шансах, еще чего-то. Знаете, да, все эти анекдоты? Но просто мы, вот мне не лениво, вот я знаете, вот я работаю, мне иногда вот реально говорят, вот что ты дергаешься, тебе зачем? И так все хорошо, проект растет. Клиентов достаточно, все хорошо. Зачем? Ну мне реально не все равно. И знаете, какой самый популярный материал и сколько просмотров этот материал набрал у нас на сайте? Зачитываю их. Материал вышел 23 марта 2010 года. Семь простых шагов по подготовке коммерческого предложения в сеть. К сожалению, уже Петра нет с нами, но вот Петра Офицерова статья. Миллион 469 тысяч просмотров. Ребят, вот каждому из вас просто пройти и посмотреть эту статью. Вы знаете, когда я два или три года назад, два года назад мы проводили первый раз проехал товар на полку. В принципе, нас было меньше, ну в смысле меньше была аудитория. Но в принципе, вот вопросы сейчас, они вот от меня вот такой же вот вопрос. А почему? Почему вы не, ну почему как бы даже не реагируете на наше конкретное предложение? Мы готовы вам поделиться вот какой-то обраткой, дать свежий взгляд. Это вот загадка, ребят, это загадка. Вот и постоянная история про прокачку. Я очень хочу, чтобы было много новых интересных производителей. Я реально готова давать вот эту возможность. Мы не готовы вас, ну скажем так, ну в любом случае в маркетинг надо вкладываться, вот если мой посыл простой, да. Потому что, ну, вы своему торговому представителю должны помогать. Вот. Исполнять элементарные вещи. Слушайте, диалог X5, да, вот X5, например, делает специальный проект. Магнит тоже конференции поставщиков делает. Не просто так, чтобы всех только поставщиков собрать, но еще все-таки донести свои какие-то мысли по поводу того, как они видят свое развитие. Ну, в любом случае, хочешь не хочешь, да. У Сергея свои есть проекты, которые они также доносят до вот коллаборации, да, те же, вот как вот эти коллаборации с поставщиками, которые позволяют и акции интересные запустить, и предложить. Но об этом надо знать. И еще, кто из вас ведет свои соцсети так, чтобы можно было к вам при необходимости быстро обратиться? Поднимите руки. Ура. И какие? Инстаграм, софи, Фейсбук? Отлично. Вот постучите с меня в друзья и напишите, что вы с этого мероприятия. Я, по крайней мере, буду подглядывать. Честно, как есть. Мы следим за торговыми сетями, но те, кто активно проявляет себя, мы следим за торговыми сетями, за их топ-менеджментом, о чем они, где они бывают. В некоторых случаях нам пиарщики не пишут об этом. Мы не всегда можем везде быть тоже. Но мы у них уточним, если что. Опять же, мысли, которые появляются… Сергей регулярно пишет, активно группа в Фейсбуке. У Константина менее сейчас. Больше сейчас… Меньше, да. Но есть прямо конкретно мысли. Есть некоторые производители. Мне интересно за ними наблюдать. Потому что они делятся, извините меня, и тем, как у них там коровы, что они едят, да, и все такое. А почему нет? Из этого ваша сплетена жизнь. Это про доверие, про доверие, да, 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 да. То есть с точки зрения… И знаете как, когда два года назад, в 2020 году, случился этот кризис, вот когда слово коллаборация пошла очень с моду, да, во всех там новостях стали появляться, я вам могу сказать, что именно горизонтальные связи просто людей, которые между собой уже передружены в соцсетях и постречались на некоторых мероприятиях, позволили делать некоторые проекты, вот эти, особенно в HR истории, когда, там, не знаю, тот же спортмастер выдавал своих… Ну, отдавал свой персонал в магнит и прочее, да, потому что такие вещи законом невозможно реализовать. Это только на уровне знакомства, что почему под тембилы, а куда людей-то девать, а что с этим делать? Вот, поэтому тут такие моменты, об этих надо тоже вещах думать, и они… Все равно вот ответить на тот вопрос, который мы там сейчас пытаемся ответить, нет конкретного ответа. Мы сейчас вам накидали энное количество вещей, про которые нужно думать, и вы ворщаетесь в своем, вы одни, вы сами с собой, но когда вы себя уже ставите на позицию, там, вот, ну, коллег, которые сегодня там выступали, вы начинаете понимать, какие вещи еще нужно делать. Проще не будет, и маркетинг будет сложнее, не будет проще. Вот сколько времени говорили, юмил, маркетинг умрет, не умрет, придут новые инструменты, и вы тоже должны будете сопровождать, и это будет дороже. И появится автоматизация, которую точно нужно поддерживать. Сколько времени назад никто ничего не поддерживал? Господи, мы сегодня сейчас вот на проекте, который, ну, на другой сессии, миссельхоз там встала и стала рассказывать, сколько у них там искусственный интеллект сейчас ищет моментов, связанных с тем, что не так прослеживаемость делается. Ну, вот, это к вопросу о том, что проще вести бизнес не будет, но интереснее, да, будет, но это нужно закладывать уже ваши затраты и считать рентабельность, и думать о том, что и как вы будете вместе зарабатывать с торговыми сетями. Давайте так, сейчас, если у вас, если кто-то сейчас вот прям конкретно готов задать вопрос, вот именно со своим кейсом, представиться, да, сейчас, да, кто нам присылал кейсы? Подними, есть? Вот вы, замечательно. Вот, а вы как раз у нас Пушкина. Да, все замечательно. Слушайте, вот я вам могу сказать, что действительно я зашла в два магазина рядом со мной, вот эти овощи-фрукты, которые вы назвали. Вот, ну, их там вот нет. А вторых нет, да? Микрозелень 2 назовем. Нет. Ну, ладно, хорошо. Ну, давай про... Да, нет, ну, на самом деле, у меня вопросы следующего плана. Там действительно... Ой, у меня, скажем, основной вопрос к тому, что было прислано. Это для меня было информативно, но я точно понимаю, что это, если вот такое предложение отправляется, в общем, без привязки к конкретной сети, то оно сразу же будет вот так вот. Вот, вот, вообще, я бы хотела сказать, что вообще много из того, что здесь сказано, это про вас. Вы, наверное, обратили на это внимание. Я бы сказала, что вот коллега из империи Курум, который нас покинул, да, там почти все семь пунктов про вас. Вот, на это, конечно... А вы успели посмотреть кейсы, да? Да, успели. Вот из мелкого, да, ну, как бы, понятно, что там очень... Ну, как бы, там не хватает всех пунктов, там очень не хватает ведения рынка, естественной персонализации, предложения, непонятно к кому. Обратите внимание, я же даже вам уже написала, а вы в какую сеть пишете? Ну, вы не знаете этого. Ну, как бы, нет, может быть, вы на переговорах знаете, но анализ предложения очень от этого ухудшается. Но у меня такая фишка обратила внимание, я пока, прежде чем коллеги начнут выступать, хотела сказать, у вас там четыре человека в презентации. И все, как один, управляющие директора. У вас 400 метров теплица. Четыре управляющих директора. А звонить кому? Кто коммерческий директор-то? Вот, знаете, это, как ни странно, такая распространенная ошибка. У меня один из офисов находится в республике Татарстан. И мы там, в совете у президента иногда работаем. И вот мы как-то приезжаем, а там есть такой, значит, совхоз майский. Он делает овощи в миллиардных масштабах. И вот он сидит, и там, значит, на этом совещании ругает сети, они такие плохие. Они, значит, нас прижимают, эти огурцы заставляют. А у них наценка 300%. Ну, вы знаете, все, что... Вот, и меня вот президент спрашивает. А вот Татарстана, а вот вы что думаете? У нас приглашенный эксперт. А я так вот открываю, сижу на сайте майского в этот момент, да? И говорю, как интересно, смотрите, у вас технический директор, директор, значит, генеральный директор, HR-директор, все директоры. А коммерсант-то ей будет? Ну, звонить кому? Да, это очень мешает. В первую очередь, ну, как бы... Ну, я бы просто так технически посоветовала обозначить одного. Зачем четыре человека с телефона? С фотографиями. Вы хотите, с фотографиями, да, что вы хотите, чтобы у нас запутать? Зачем нам эта информация? Зачем? Тем более, посмотрите, вот что я вижу. 400 метров теплицы. Четыре управляющих. Вам, ну, точно хватит доходности от этой теплицы? Но это выглядит мы начинающим. Вот я бы от себя порекомендовала бы это почистить. Вот не знаю, что коллеги скажут на эту тему, да. Но более даже, я не знаю, давайте я, может, сетям передам, потому что это интереснее, чем я буду это говорить. Но если вдруг вы чуть не добьете, я еще какое-нибудь замечание верну. Да, безусловно, я смотрел эти оба кейса, которые Наташа прислала. Занятно, что, в общем, среди всего множества продуктов оба кейса, они про вот это микрозелень. Зелень. И хорошо, что… Микрозелень, это занятно, да. Вот, да, это здорово. Я не могу оценивать коммерческие предложения, потому что уже начинаю определенным образом тоже шаблонно мыслить, потому что мне точно не хватало там данных, ну, в первую очередь, для объемности, если я ориентируюсь там на свою сеть, на свои магазины. Мне не хватает данных по логистике, например, в какие регионы это вообще может поставляться, до магазинов или это на ИРЦ должно быть, потому что я сразу же пытаюсь отрежислять собственными возможностями доставки данного товара. Но также я могу понять, что… Да, знаете, что меня задело в этой истории? Даже не то, что потенциально вы можете быть поставщиком в нашу сеть. Мне просто не хватает данных и все, здесь стоп. Крутая история. Мне кажется, вы другую бизнес-модель избрали для себя. Она очень… она геморройная, эта модель. Это выращивать, это срезать и потом развозить по магазинам, потому что мало кто сможет через ИРЦ лопатить достаточно там приличные объемы. и сам развозить по магазинам, потому что это очень деликатный продукт, который выращиваете. Но то, что существует интерес к этому продукту у покупателей, оно как бы да, и, наверное, эта категория, она будет расти, потому что она такая, но очень развивающаяся. И, вероятно, вот этот с наклоном на здоровье, оно будет развиваться. Но как бы нужно определенным образом определить, кто потенциально из сетей, ну, как каналов продаж, достигает того самого клиента, который уже заботится об этом здоровье. Вот, но это вы сами все знаете. Я знаете, вот о чем подумал? Я подумал, что вам продавать нужно не зелень, а продавать саму эту технологию для сети, выращивать эту зелень. Вы знаете, мы пробовали в прошлом году тест такой. Во Франции с Леклерком и на МЭС-сеть, господи, дай бог, у меня памяти плохо у меня с памяти стало, они, значит, восприняли проект по поводу выращивания клубники в контейнерах, ну, понимаете, о чем я говорю, в контейнерах на парковках супермаркетов. Вот, и это очень-очень-очень крутой проект для Франции. Ну, там определенные температурные режимы и так далее. Во Франции они более понятны, чем в России. Но если бы была бы какая-то технология, которая, я утрирую сейчас, давала бы возможность в магазинах, более-менее приличных, больших, я имею в виду, там, супермаркетах, выращивать на территории магазина эту зелень, это давало бы возможность решить проблему с логистикой и со списаниями, которые в вашем продукте, наверное, должны равняться 99%. Еще раз утрирую по поводу цифр 99%. Но меня бы, как сеть, это беспокоило. Во-первых, я точно был понимать, что я продаю в каждом магазине этой зелени мало. Во-вторых, мало заказывать эту стоимость этой зелени, много заказывать, это большие списания. И как бы я в этом кругу ада нахожусь по поводу этой зелени. Но если бы я имел возможность, там, на каких-то пяти квадратных метрах у себя в магазине это выращивать, было бы неплохо. И вот эта вот идея, если такая технология создана, и возможно, соответственно, быть масштабирована для ряда каких-то там магазинов, супермаркетов, в которые ходят покупатели, желающие покупать вот этот живой продукт, мне кажется, более интересно, чем просто продавать зелень. Но это так для себя. Да, два года назад. Это точно не вопрос консультинга от меня. Да, но это уж от меня тоже там дополнение. Два года назад, когда мы были на Еврошопе, очень активно показывали именно вот различные там вертикальные… И сейчас я знаю, что в магните уже пилотируется, и об этом уже новость была. Вот, на самом деле, в эту историю немало уже кто ходит и смотрит. Она не простая, но она, видите, вот она… Знаете, вот в ЗОЖ-полку никто не верил. Вот примерно пять лет назад… Вот помним, да, Константин, как мы там разговаривали? Ой, давай там все маркетинговые вловки, там еще что-то. Ну, ребят, ну вот сейчас, где сейчас те разговоры про ЗОЖ-полку? Хочешь, Нюхо? Вот в Ашане мы, когда делали ЗОЖ-полку, Наталья, помнишь, наверное, это самая быстро растущая категория была, и, в принципе, она там ни один, давайте так скажу, ни один миллиард рублей приносила. Я, знаете, я вам так скажу, вот про ритейл в целом. Вот иногда темы, которые мы постоянно задаем, как вопросы, или только начинаем, очень многие вызывают такое отторжение и нежелание понимать, а почему, а зачем вы вообще об этом пишете. Мы лет 7-8, я, знаете, я по детям меряюсь, значит, вот мы ему 8, и я точно знаю, что 7 лет назад я задавала ритейлерам независимой розницы, я задавала вопрос про омниканальность. И очень многие задавали, что такое омниканальность, зачем нам про это думать вообще, где мы и где интернет-магазины, да, Сергей, помним все эти разговоры. Что прошло спустя 7 лет? Вот, в принципе, те вещи, которые поднимаются на retail.ru, очень часто, они вот такие, кажется, ну, не все взлетает. Я при отлично понимаю, что не все взлетает. Но мы стараемся быть вот в этом плане, ну, следить за всеми трендами и подсматривать. Не зря мы ездим на эти выставки, отсюда собираем. Ничего сверхнового мы иногда не скажем, но иногда обратим внимание на какие-то вещи. Ну, это к вопросу, опять же, о знании вас, да, то есть, возвращаясь к моей презентации, возвращаясь к презентации от Марии, иногда просто элементарное незнание вас не позволяет вам попасть на полку. И вы себя не знаете. Если вам проблема создать свой лендинг, а зачастую у многих такая проблема, покажите, посмотрите, дайте мне свои сайты посмотреть. Я вот могу тоже много чего сказать, как говорится, да? Да, да, мы идем, мы делаем. А как заглянешь туда, там необходимой коммерческой информации, мягко скажем, не хватает. А вот как бы руководитель, да, да, сейчас мы посмотрим. А руководитель, вот именно даже элементарно, к кому обратиться, если вы конкретно активно работаете с сетями? Да, кстати, да, ради интереса. Правильно, так, уже начинаем работать. Вот, ну давайте, на самом деле, еще буквально мы готовы. У меня еще есть, да, 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 есть комментарий. Да, ну я кратко тогда скажу. Я, если честно, для себя смоделировал такую реальную боевую ситуацию, поэтому я посмотрел это просто по диагонали. Вот все материалы. Но мне кажется, что я уделил ей больше времени, чем было бы в жизни реально. Поэтому я даже не дошел до подробностей. Вот с... Ребят, первое... Значит, первое, что мы увидели? Это элементарное HTTPS, это протокол, который должен быть, должен присутствовать на сайте. Кстати, у кого-то, я же все проверяла. Ну, коллеги, это не должно быть. Вот HTTPS, это уже стандарт протокола, который вы должны делать в обязательном порядке. Вот мы понимаем, да, на чем мы срезаемся, ребят? Мы по QR-коду. Ребят, по QR-коду. Вот если вы мне предлагаете по QR-коду... Потом начинается со звона, как вы набрали, на какую кнопку нажать. Все? На первом шаге? Согласитесь? Нюанс? Не, вы потом понимаете. Другой момент. Зачастую, зачастую элементарное отсутствие базовых вещей на сайте, даже в части элементарных контактов. Смотрите, какой здоровский кейс. Вот мы вам сразу даем элементарные вещи. Да. Про зелень. Все-таки. Так вот, я для себя даже не увидел, скажем так, не обозначил, как ваш бизнес строится, вот то, о чем сейчас говорили. Но при этом я увидел такой материал учебный для закупщика, чтобы полностью погрузиться, значит, в мир микрозелени, вот. Но при этом ни слова, на мой взгляд, про рынок и про вашу стратегию позиционирования. Вообще, как вы собираетесь продвигать? А кто ваши конкуренты? По идее, должно было. А рынок вот такой. Мы сегодня вот там. Вот. Мы там спозиционированы где-то там в других торговых сетях. А если нас нет, то мы вот... Вот у нас такие конкурентные преимущества, у нас такая стратегия продвижения. И конкретные инструменты обозначены, да. Там же есть много материала про мир микрозелени. Ну, как бы люди уже отучились в институтах, школах и так далее. И не могут больше там 100 презентаций в день читать, как учебник просто. Вот. Должен быть реальный бизнес там. На нескольких листах не три презентации, потом, наверное, одна. Вот. Ну, а ко всем остальным комментариям присоединяюсь. Вот. Не увидел сути. То есть вот три пункта, еще раз, о которых я сказал. Мне кажется, они здесь применимы тоже. Не подумали о клиенте, не подумали о бизнесе, торговой сети, точно не подумали о закупщике. Все. Подумали о себе. Мое мнение просто. Мне еще не хватило, например, цифр. Очень сильно не хватило цифр. Я вот вообще всем говорю, кстати, если вы хотите делать хорошие презентации, прям возьмите у кого-нибудь прям презентацию, какого-нибудь из лидера. Я вот Procter & Gamble со своей стороны рекомендую. Это одни из лучших презентаций, ну, по крайней мере, тех, которые я видела, которые рисуют закупщикам. У вас есть вопрос? Не встречаюсь. Леонид Герцог, кондитерская фабрика. Балабаев, да. Никто нас не знает, но если вы ходили во вкусвел и покупали там кондитерку, то вы нас точно ели, потому что у нас там 5-6 хитов, которые там есть. Не только для вкусвела делаем. У меня вопрос к Сергею в первую очередь. Он сказал, что надо производителю быть открытым, рассказывать там в том числе о коммерческих условиях. У меня такой вопрос. Если я скажу для примера, что наша там рентабельность, она там 16%, а в 12% мы уже начинаем потихонечку загибаться. Как отреагирует Bayer в сети на эти цифры? Это покажется, что мы там золотые горы сворачиваем или еще что-нибудь. И это вопрос на этом закончился. Я пользуюсь случаем хочу сказать всем спасибо. Очень было полезно. Как отреагирует Bayer на рентабельность 16%? На мой взгляд, просто потрясающая рентабельность. Но не потрясающая рентабельность, потому что рентабельность, например, ритейлера чистая, она там в районе 1-2%. А про операционную и проваловую, про какую? Про операционную. Но в ритейле это в районе 6-8%. Поэтому относительно ритейла это очень неплохо. Относительно других производителей, наверное, это более профессиональный вопрос. Вы можете посмотреть, как другие кондитерские производители, сколько зарабатывают. Из них очень много открытых компаний. От Манделиза до КДВ, которые могут давать эту историю. Я вам, как человек, который работает с кондитерской секцией долго, скажу, что закупщик сделает вывод, что у вас нет денег на нормальную дистрибьюцию с такой рентабельностью. Если говорим о препарационной рентабельности. Потому что у ребят из КДВ, например, это 40%. Но что позволяет им полноценно работать. Да, но знаете, я все-таки до конца отвечу на вопрос. Я думаю, что наши закупщики в хорошем выборе не будут задавать такой вопрос. Потому что из него ничего не следует. А самое главное, что когда вы им скажете, они все равно не поверят. Поэтому ключевой является как раз эта открытость. И что имеется в виду под открытостью? Есть одна компания, на мой взгляд, не буду ее называть, производитель, где мы, на мой взгляд, идеальная модель открытости. Выработали. Во-первых, нам известна их коммерческая политика. Какие цены можно максимально достичь. Во-вторых, нам известна их себестоимость товара. Из чего она складывается. Просто постатейно. Это не вопрос трех-четырех статей. Это вопрос, наверное, около 40 статей. И со своей стороны мы тоже самое разложили абсолютно, с чего складывается наша себестоимость. В итоге, если мы заинтересованы в этом продукте, а ваш продукт именно такой, потому что мы очень много общаемся и ведем разных проектов со вкусвиллом. Прям очень много. Это, на мой взгляд, очень близкая компания для нас. И они делятся иногда своими производителями, потому что иногда нам сложно найти, закрыть те товарные категории, в которых должен быть продукт с контролируемым составом, через который мы могли бы покупателю гарантировать, что он не умрет от рака, от полевого масла и так далее. И в данном случае роль играет не маржинальность на этот товар, а в большей степени для нас играл бы состав этого продукта, и это открытость. И если бы мы с вами договорились о том, что мы хотели бы продавать ваш продукт, ну, как минимум, попробовать бы, то в данном случае вот эта открытость дала бы возможность нам понять, как мы вот это вот, от себестоимости вашего до наших продаж, как бы разделили бы той прибыль. Для начала. А то, что сколько вы зарабатываете, честно говоря, какая разница? Если вы еще живы, значит, вы что-то зарабатываете. Если вы хотите дальше двигаться и работать долгие годы, вероятно, у вас есть идея, как зарабатывать больше. Мы не про это абсолютно. Мы скорее про другое. Я имел в виду про открытость другое. Нам не важно, сколько вы зарабатываете. Я не могу сказать, что мы с ними работаем. Штраф миллион по договору. Но они дают, например, выручку, процент списаний и представленность на полке вот этого вот осада. Вы, например, даете своим контрагентам такие данные или считаете ли вы полезным такие данные предоставлять производителям, в принципе, чтобы они сами понимали? Сто процентов да, и сейчас мы это занимаемся активно. То есть, по сути, мы хотим, чтобы сто процентов наших производителей, с которыми мы работаем, подключились к нашему кубу. Мы пять лет создавали куб. Я скажу, сложность в чем. Десять разных компаний с разными ментальностями из регионов объединяются и создают одну сеть. У них разные классификаторы даже. Поэтому теперь это один классификатор, это одно название товаров, это один куб данных, к которым мы переливаем данные. И в этот куб еще приходят данные, к которым мы обогащаем сети. Ну, как мониторинг конкурентов, как Нильсон, если вспоминать, что я говорил. И вот к этому кубу мы готовы подключать производителей. Ряд наших производителей подключены к этому кубу. Не ко всем категориям, а только к тем, где их интерес существует. Они видят открыто данные себя, данные своих конкурентов, и у них формируется, на мой взгляд, это вот идеальная история открытости, когда они видят данные конкурентов, они генерят идеи, что нужно сделать нам с ними, для того, чтобы повысить продажи. Так вот, когда пять компаний в категории подключены к этому кубу, и они видят друг друга, возникает настоящая конкуренция. Идиоты, которые не будут формировать новые идеи, они сдохнут, потому что, например, двое, а трое будут генерить эти идеи, и они их съедят на нашей полке. Наша задача, на мой взгляд, как раз в хорошем смысле создавать вот этот конфликт через этот куб. А для этого нужно давать максимальные данные. Вот какие данные вам нужны, мне кажется, максимально там есть все. Даже данные дополнительные, Нильсона там и так далее. По каждой торговой точке вы можете определить у конкурентов запас товара, свой запас товара, продажи по штукам, в литрах, в рублях, маржинальность, ну, вообще все. Ради бога. Так, ну, я думаю, что потихонечку будем завершаться. Финал как раз, ну, я на самом деле понимала, что мы, скорее всего, будем до половины шестого, а не до пяти часов, в силу уже такого представления, как обычно строятся сессии. Давайте так. Первое. Задача была простая. Донести до вас вроде как немало инструментов, которым вы действительно не все знаете. Я надеюсь, что действительно мы этой задачи достигли. Я бы хотела, чтобы по итогам вот этого… Вы знаете, я бы… Во-первых, я точно приглашаю тех, у кого есть кондитерское направление, овощи, фрукты и рыба, написать мне отдельно, потому что у меня есть конкретные вопросы, которые, если что, мне нужно задать, потому что у меня есть проработка некоторых тем. Ну, это вопросы о возможных потенциалах, материалах и все прочее. Вот. Значит, и вообще следите за… Валитал.ру мы действительно стараемся делать так, чтобы вы были чуть-чуть более… Знаете, чтобы не вычислять, какие KPI и у кого. В конце концов, действительно, открытость информации, все она больше и больше. Вопрос только так. Воспринимаете вы ее? Видите ее или нет? Или вы занимаетесь только своими делами? Извините. Мы тоже не можем за вас заставить, чтобы вы увидели то, что у нас уже 4 года работает пресс-центр в рамках продэкспо. И когда я своим же знакомым, которые вот рядом со мной, я с ними постоянно коммуницирую, я им говорю, да, пресс-центр работает. Ой, это что, так можно было? Я говорю, да. Вот, поэтому старайтесь помнить о том, что вокруг еще какая-то жизнь идет, и она не делается, чтобы только на вас заработать и больше ничего вам не дать. Есть очень много возможностей, которые позволяют вам достаточно эффективно существовать на рынке, быть заметными. Так что проявляйтесь. Ну, а наше мероприятие позволяет чуть-чуть чаще встречаться на различных площадках. Да, что-то еще? Сколько пользователей получают вашу рассылку? Сейчас около 20 тысяч регулярно у нас база, которая получает рассылку. Но надо понимать, что это один из вопросов, который важно понимать. Очень высокая спам-защита практически во всех торговых сетях. И мы как только начали несколько лет назад более правильно заниматься соцсетями, в тот момент был пик, и, соответственно, мы за счет соцсетей, конечно, добираем очень большое количество дополнительных посещений. Это отдельная большая задача, на которой у меня отдельно уделяется. Мне кажется, из жизни как бы имейл-то никто не читает. Все смотрят Телеграм на самом деле. Ну, мы во всех каналах присутствуем, я бы так сказала. То есть моя стратегия как руководителя появился Яндекс.Зен несколько лет назад, а только мы услышали, мы сразу же Яндекс.Зен завели. Повели, как бы, Телеграм-канал, стали проявляться как Телеграм-каналы. В этот же момент я завела канал. Куда же иначе, по-другому никак. Ну что ж, будьте на волне, старайтесь, чтобы у вас там, ну, старайтесь вот переварить все, что мы сейчас создали. После 16-го числа отправится презентация, отправится ссылка на видео, которое здесь все-таки есть. Там будут специальные меточки, если вы что-то захотите повторно переслушать. Ну и до встречи на страницах retail.ru. Очень большая надежда, что появятся какие-то новые предложения и активности. И на других мероприятиях мы много где читать календарь событий. Спасибо, все, кто были. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok